Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 7 марта 2016 года, выпуск номер 73. Всем привет! У нас для вас есть несколько громких тем. Какие единицы измерения использовать, REM или EM? Slack внедряет аудио и видеозвонки. Что общего у SAS и ECMAScript 2015? Погнали! Надо было, наверное, REM сказать, или EM, вот это знаешь. Не поняли бы. Несмотря на наше отвратительное произношение английского, я думаю, что все равно так понятнее, как ты сказал. Ну, кстати, у нас есть и хорошее произношение русского, которое можно услышать в джингле, который вы сейчас прослушаете. Поэтому, да, встретимся сразу после него. Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити-проект UwebDesign рекомендует услугу аренда WPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Ну и, как я люблю в этом подкасте говорить, с места в карьер. Первая тема у нас из рубрики «Дизайн». У нас сегодня рубрика «Дизайн» из трех тем всего состоит. Первая звучит так. «Не дизайните то, что юзеры от вас хотят». Причем мы неоднократно это здесь говорили. Может быть, даже какую-то подобную тему как-то разбирали, но мне это тоже показалось довольно прикольно. То есть тут написано, что несмотря на то, что без получения юзерного пользовательского фидбэка мы не можем получить крутой продукт, нужно этот фидбэк всегда очень с умом оценивать и кроме него еще проводить какие-то эксперименты, аналитику собирать и так далее. Так. Да, то есть на самом деле фидбэк пользователя может нам помочь понять не то, что юзер хочет, а то, какая у него есть боль. Ну то есть первый тезис нашей статьи, но она не наша, но тем не менее. «You shouldn't design what users tell you they want». Не дизайните то, что юзеры вам говорят. Вот заметь, здесь девушка сидит на стуле. Так, с собой. Такое ощущение, что, во-первых, с собой, но с сова-то не на стуле. А я-то именно на стул хочу обратить твое внимание. На то, что вот под стулом USB-дырка как будто бы. Да-да-да. Так хочется прям зарядиться от ее стула. Угу. Ну ладно, в общем, и здесь, типа, внимательный читатель спрашивает, «Но как же? Мы же должны, типа, строить такие экспириенсы, чтобы у юзеров прям все хорошо было, чтобы они могли достигать своих целей». Да, но это не значит, что мы должны прям вот чего они просят, то и делать, потому что еще Стив Джобс говорил, что юзер не знает, что он хочет на самом деле. Нам нужно ему это показать. Угу. Ну и вот автор статьи, а автор статьи у нас Майкл Си Уока. Head of User Experience в Mobile Majority. Видимо, это какая-то компания такая. Так вот, он нам говорит, что на самом деле это как с детьми. Когда ребенок хочет конфетку на ланч, мы его осаживаем, и мы настаиваем на том, что ему как-то надо здоровое питание есть, потому что это то, что ему нужно. Наливаем суп ему. Да. Так же и нашему пользователю надо супчику налить вместо конфетки. Да, потому что пользователи, мы должны знать, видеть на шаг вперед, не что пользователю хочется, а что ему нужно. Так. А нужно ему решать как раз свои цели, и да. Нужно ему покушать. И не ему выбирать, чем ему кушать, а нам. Угу. В данной ситуации. Так вот. И поэтому следующий тезис – дизайн what people need. Здесь, кстати, все тезисы, они в такую обернутой штуковину, что можно на нее сразу кликнуть и твитнуть. Угу. Мне прям вот, к слову о юзер-экспириенсе, мне прям это очень нравится. Очень часто… Может быть, мы бы хотели, чтобы здесь какие-нибудь другие кнопки были, да? Может быть. А вот, а на самом деле, нужно-то нам всего лишь поделиться этой статьей. И вот нам предлагают несколько готовых вариантов. Особенно в LinkedIn. Ну, нет, я не имею в виду нижнюю, я имею в виду, который внутри текста. А, вот. Дизайн what people need, видишь, сразу с твиттером. Вот я об этом. И говорит, вообще, типа, вот что юзерам кажется им нужно. Вот, говорит, возьмем простой пример. Есть пользователь, который ведет какую-то там рекламную кампанию, например, вот в приложении у AdSynergy. Это не реклама, это просто кейс, будем так говорить. Окей. Так вот. И юзеру прилетает на каждую… Каждого там подписчика, на каждое уведомление целое огромное письмо. Типа, чувак, вот там в твоей кампании с таким-то названием сегодня зашло там 25 человек. А еще там вы собрали то-то-то. А еще вчера вошло столько-то человек. А у вас бюджет подходит к концу. И в результате мы получаем 6 уведомлений, которые, во-первых, бесят самим фактом уведомления. Во-вторых, из-за того, что они в разных письмах находятся, нам сложно полную картину получить. Угу. Говорит, вместо того, чтобы, типа, смотреть вот на такой ужас, на самом деле пользователи всего лишь хотят, так скажем, проверить, что там, как наши компании рекламные. Поэтому им можно присылать одну почту, в которой написать перейдите по ссылке и посмотрите, как там ваши рекламные компании. Очевидно, что есть юзеры, которые хотят прям суперточный experience, чтобы им прям по каждому действию приходили уведомления. Нужно, естественно, оставить функцию от таких уведомлений. Но, в общем-то, небольшой дайджест. Типа, кстати, посмотрите, как ваши компании вели себя там на этой неделе. Кстати, там вот в компании номер 2 у вас вообще до хрена заходило во вторник. То есть небольших несколько инсайтов. Угу. Типа, у меня может перейти и посмотреть подробнее, и, наверное, так и сделает. Так зачем вместо 6 писем можно прислать просто одно и все? То есть как бы в основном об этом. Ну, естественно, еще тут про уведомления в верхней, верхней, как это сказать? В верхней панели? Ну да, в верхнем баре, я хотел сказать, но в верхней панели. И те уведомления, они как раз уже включают все те микроуведомления, которые бы пришли вам на почту просто и все. То есть это еще одна вот, так скажем, штука. И здесь все говорят, копните поглубже, чтобы выяснить проблему пользователя, а не просто слушать его. А вот я бы хотел, чтобы мне вот не это вот прислали, а другое. А на самом деле он-то хочет просто в курсе быть. И чтобы быть в курсе, уже ваша, так скажем, нужда решить, придумать решение комплексное, которое ему поможет быть в курсе прям вот по полу. Но мне еще кажется, знаешь что? Что все равно все пожелания пользователя никак не учесть. То есть их много, они все разные, но ты как бы делаешь, ориентируешься на свою основную аудиторию, делаешь то, что им нужно будет. А там уже остальные как-нибудь они приспособятся. Так и самое главное, а как выбрать? Вот, допустим, у тебя приходит фидбэк от 20 тысяч пользователей. Да даже не 20 тысяч, а 100 пользователей пусть. Как понять, какой из этих фидбэков тебе важнее? Да. Ты не сразу можешь видеть там имя пользователя в скобках, сколько бабла он тебе занес. Да, опять же. Или как давно он твоим юзером является, или сколько времени он проводит в твоих приложениях. Это тебе не дана такая инфа. И, как мы знаем, в демократических обществах слышнее всего всяких коллег, там, убогих и так далее. Кстати, да. И нужно, а обычные массы, они зачастую сидят тихо и просто платят бабки, что называется. Поэтому тут очень на скользкую дорожку можно ступить. Я тут, не знаю, Никита, ты слышал в новостях, что немцы в общепитах отменяют свои свиные колбаски. Да-да-да. И это же просто жесть. Я практически каждый раз в Германию только ради них езжу. А теперь их убирают, чтобы мусульманцев не оскорблять. Именно мусульманцев. Я буду их именно так называть. Простите, конечно. No offense, не хотел никого обидеть. Но прям вот именно те чуваки, которые приезжают в Европу и кочевряжут. Я просто не очень понимаю, а что если с другим составом эти сосиски выпускают? Но они не такие вкусные просто уже будут. Ты понимаешь, это все равно, что тебе будет... А вот ты давай теперь не пиво пей, а безалкогольное пиво все время. Ну да, не, я согласен. Это просто бред. То есть настоящие бюргеры, они уже давно на митинге, мне кажется, вышли и прям все... Они уже оттопили свою сосиску, возможно. Да-да, то есть тут такое. Кстати, в тему сосисок следующая тема называется «Гамбургер-меню все-таки не работает». Пожалуйста. Нам в комментариях к прошлому подкасту просто эту тему закинули. Мы его обсуждали в прошлый раз, что есть мнение, что гамбургер-меню это не очень. И в принципе в комментариях часть людей, как и мы, считают «Да как? Да что? Да ну нормальная тема». И один робкий голосок нам закинул эту статью. Я, честно сказать, просто не помню кто. Я бы так озвучил, конечно, но что-то я уже не помню. Вот, чуваки, почитайте еще вот это. Так. На сайте deep.design. Вау, то есть глубоко копнем. Да, то есть прям глубокий дизайн, как бы это ни звучало. Здесь Джеймс Арчер, Джеймс Лучник, луков, пишет нам статью «9 минут рид», что вот, говорит, есть такое вот гамбургер-меню и показывает нам пример CNN. Он говорит, почему он называется гамбургер? Ну просто как бы выглядит примерно как булка, мясо-булка, да? Ну да. Ну и типа говорит, вообще, конечно, есть люди, которые настаивают, что это тройной хот-дог, но типа хрен с ним. Ну он тут подшучкивает чуть-чуть. И суть в том, что вообще идея гамбургерного меню в том, что ты можешь меню скрыть, которое обычно везде видно. Так. И типа до востребования его отложить, так скажем. Если там юзер на него нажмет или наведет, там, ну неважно. И вообще, типа, почему придумали изначально этот, так скажем, паттерн, потому что очень мало места остается на экране, на телефонном. Не хочется его тратить на всякую хрень, казалось бы. Ну да. Но после этого выясняется, что меню это не такая уж и хрень. Ты имеешь в виду, оно там может поважнее всякого может быть. То есть лучше гамбургер выкинуть, а нормальное меню сделать. Да, здесь будут прям супер примеры. Я просто забегу вперед. Вот допустим, пример. Заходишь ты на сайт оператора кабельного телевидения. Так, и зашел. Ну, и вот ты, в меню есть пункт прайсинг. Ты просто хочешь посмотреть, какие пакеты есть и так далее. А вот зашел ты с телефона, и у тебя этот пункт спрятан. И ты ходишь, мечешься и не понимаешь, а как мне цены-то посмотреть. Друг, ты тупой и не знаешь, что гамбургер меню это гамбургер меню. А позже мы здесь же в этой статье сейчас увидим именно статистику тупых. Кейс. Да, реальные кейсы, причем даже есть с цифрами. И на самом деле здесь еще один пример из житухи. То есть, вот представьте, говорит, вот вы едете в аэропорт. В принципе, вы, говорит, можете отвлекаться, там, разговаривать, там, на радио. Но, в принципе, вы мельком видите знаки, которые указывают аэропорт, там, направо, вперед, туда-сюда. Ну да. И вы не пропустите. Вы, как бы, подсознательно понимаете, что есть. Так же и меню. Если оно вас маячит все время, вы подсознательно, так, если что, цены я вон там посмотрю. Я пока тут на новости отвлекусь, там, посмотреть новости, ну, кабельного оператора, если продолжать именно его тему. А после этого я все-таки вернусь, посмотрю цены. А тут, если, представьте, говорит, если вот знаков в аэропорт нет. Ну, вы, грубо говоря, вы знаете, что можно туда доехать? Ну, как бы, ну, не можете. Да, да. Да, это, конечно, часто очень в пожилом возрасте. Вы знаете, что можете, но не можете. Вот, поэтому, в принципе, это такое. И именно так и чувствует себя пользователь, который, он понимает, что где-то здесь должно быть меню. Но вот, чтобы найти его, понять и простить, оно много времени уходит, к сожалению, для этого. Так ты понимаешь, что мы сейчас, получается, с тобой нас опровергаем, когда мы читали, что гамбургер меню, повесить его в иконку, там. Ну, только тупые люди всю жизнь одно и то же думают. Мы вот тоже меняемся, эволюционируем. Так. Ну, давай. То есть, ты хочешь сейчас нас просветить все-таки, что гамбургер меню дерьмо. Давай. Посмотрим, что за статья. И вот он говорит, гамбургер меню, гамбургер попахивает ничем. Опа. Просто вот так жестко. И здесь есть, опять же, кусочек диалога. Клиент спрашивает, а что вот если мой пользователь захочет посмотреть мои цены? И дизайнер говорит, легко, он нажмет на меню и нажмет на цены, легко. А если, ну, это знаешь, как в собственном коде не видно ошибок, да? Ага. Всегда нужно посмотреть, чтобы чувак со стороны посмотрел, типа, а что у тебя вот здесь не работает такой-то кейс? Ну, это потому, что надо там пробельчик поставить, и тогда он нормально сидит. А как бы юзер не будет знать, что надо пробельчик поставить. Вот так же и здесь. Юзер не будет, значит, надо нажать на кнопку меню. Так. И тут, естественно, большинство людей осуществляют навигацию по такому явлению, которое называется информационное чутье. И вот, когда есть слово какое-нибудь, типа, стоимость, цена, тарифы, там, я не знаю, fee, как по-русски, пошлиные. Ну, короче говоря, что-то связанное с баблом, они поймут, о, вот туда. А гамбургер, он ничего вообще не удовлетворяет. Да, то есть, product details, learn more, sign up, вот эти вот слова, мы сразу четко понимаем, какой, какая модель у нас будет взаимодействие с системой дальше. Мы будем или регистрироваться, или перейдем подальше, или посмотрим, там, и так далее. И, типа, три палочки в правом углу, это говорит, вообще нихрена непонятно, и туда-сюда. Подожди, а если ты четко знаешь, что меню, которое тебя доставит к любым кнопкам, это гамбургер меню? Но, видишь, большинство реально людей, которые вот out there in the wild, что называется, просто вокруг нас, они нихрена не понимают. И здесь, кстати, сказано, почему мы-то, в принципе, все думаем, как же так, гамбургер же, там, туда-сюда. Здесь будет. Просто сначала немножечко голых цифр. А не только цифр. Вот в Facebook написали, что, типа, вот, у них все-таки был гамбургер меню когда-то. Вот, посмотри, здесь первый скрин. Так, вижу. И потом они перешли на таб-бар, который снизу, вот как у Twitter. И их, по их статистике, лучше и вовлечение, и удовлетворение, и продажи, и скорость, и восприятие по именно метрикам. Нихрена себе. То есть, прям вообще все лучше. Потому что ты сразу видишь снизу новости, юзеры, мессенджеры, нотификации. Ты их реально всегда видишь. Ты хоть и скроллишь одну и ту же ленту, но ты краем глаза видишь, так, а сейчас я доскроллю ленту и посмотрю, что у меня там в нотификациях, или что у меня в реквестах на друзья. А в эту сраную хрень сверху ты хрен зайдешь. Так они, видишь, еще умные, они подписали гамбургер МО. А, так вот, вы типа скажете, но они оставили еще гамбургер. Но вот они его оставили для самого вот ненужного дерьма. То есть, вот куда реально, вот ты сидишь, и ты реально в очереди сидишь. Это не то, что ты на автобусе сидишь, две остановочки, и ты хоп по бырику посмотришь и ленту, и кто там к тебе добавился. Или кто удалился, кто лоло. Ну да. А МОР это какая-то реально, вот прям к терапевту в очереди сидишь, у тебя... Прям на толкан. Прям у тебя, да, или на толкан. И у тебя нулевой талон. И тебе надо всех сначала пропустить, так потом пройти. И ты уже, ну я тогда в МОР пойду уже, стопудово, я там найду что-нибудь интересное. Потому что вот да. Так. Кроме этого, Люк Враблевский, о котором мы часто слышим, но он статьи бывает пишет. Кстати, как раз статья Obvious Always Wins, очевидное, всегда выигрывает. Он, кстати, директор товара, продуктов, товаров. Директор товаров, это нормальная идея. Директор мира. Да. Продуктовый директор в Гугле. Продуктовый директор, правда, тоже круто, но вы поняли. Директор по продуктам. В Гугл он пишет, что вот, например, приложение, я понятия не имею, что это за приложение. То есть, может, у Гугла какое-то такое было, Google News какой-нибудь. Так, и они сделали их плохо с ним, да? Да. Они вот три эти штучечки, Following, Top и Recent, заменили на одну выпадуху. Я согласен, это вообще дерьмо. И ты видишь, там просто настолько разительно уменьшилось и вовлечение, я не знаю, может, удовлетворение даже как-то меряется и уменьшается. Просто упало, провалилось там на шесть каких-то позиций и они ахнули, я думаю. Ну да, я согласен. То есть... Не, ну это вообще, вот эта стрелочка вниз, это прям вообще плохо. Я согласен. Несмотря на то, что как бы хочется же на нее нажать, чтобы выпало вниз, но вот как-то не выпадает, видимо. Кроме этого, вот на ВК, этот, блин, на лжишных телефонах показано, мне прям противно. Я не знаю, что это, Google Plus или Z, какое-то Z-приложение. Зун, может быть, я майкрософтовский Зун. Тоже переделали, да, я так понимаю? Да, то есть было вот такое вот меню, как сейчас в YouTube, я тебе перед подкастом показывал, когда ты влево-вправо двигаешь просто и там, ну так скажем, надписи. Убрали его в полочку. Драуер – это как бы шкафчик. Вот в шкафчик убрали и все, половина всего лишь время вовлечения стало от предыдущих, пополам упало, короче говоря. И недельная частота, и дневная частота упала, даже время просто, проведенное в приложении, упало. Потому что ты как бы, это знаешь, это как шкаф. Если все перед тобой лежит, знаешь, как вот можно всех посмотреть. Если они все перед тобой вышли, тебе легче выбрать, чем когда ты знаешь, что вон там за закрытой дверью, если что, ты можешь зайти и выбрать. Ну блин, она уже закрытая, дверь тебя это уже отталкивает. Согласен. Мне интересно, мы неделю назад настолько же убедительно защищали гамбургер меню или нет? Да блин, ну это же все знают, нативно. Вот да, но тем не менее, вот еще какое-то приложение, опять же, Люк в Робловске, рассказывает нам про Google, внутренние какие-то темы, Today, возможно, Google календарь, какой-то дашборд, так хрен пойми, что. В общем, видимо, что-то у них есть. И после того, как они из гамбургер меню перешли в нижний вот этот таб-бар. Все хорошо стало. Количество сессий больше, чем удвоилось. Время сессии увеличивает до 70%. На 65% дневные активные юзеры подросли. Причем сами юзеры. И это, казалось бы, вы сейчас скажете, как, собственно, и неделю назад. Типа, это все касаемо приложений только. А что же про сайты? Ну здесь есть и про сайты. Например, NBC News, на котором про путечку написано. Там причем написано, что психология Путина. Что же будет дальше делать лидер, русский лидер? Да. Причем тег Ukraine Crisis. А. То есть то, что думает Путин, это в основном про Украину. Окей. Ну неважно. А, кстати, какого года статья дня? Я помню нам... Я даже не помню, кто, но кто-то нам сказал, что, а что у вас на блоге не написано, когда статья была написана? Это едва ли не важнее, чем заголовок. И вот тут у него не написано, когда статья написана. Такое. Ненавижу, да. Может быть, внизу есть? Нет. К сожалению, внизу тоже нет. Вот. Вот уже тоже юзабилити минус. Но неважно. В общем, у них было гамбургер меню. У NBC News. У NBC News, да. Еще в 2014 году. И она даже на десктопе у них была гамбургер меню. Ну просто и подпись меню, что самое главное. Для тупых. Да. И хоп. И как-то все прям хреново у них было. То есть не переходили туда-сюда. Они добавили, когда первый раз на сайт заходишь, вот такой оверлей. Полупрозрачный. Это Simple Navigation, чуваки. Вот там вот новости. Вот там будете скролить, будет еще новости. А вот сверху Simple Navigation. Simple. Хрен там, люди не кликали. Потом желтым уже меню под это. Подсветили прям, что меню желтое. Угу, все равно не помогло. Короче говоря, они в итоге вот так обычное горизонтальное меню сделали и все. При том, что надо обратить внимание, в горизонтальном меню до хрена пунктов. Вот до хрена. То есть люди, по идее, должны теряться. А наоборот, стало лучше. Не теряются, да. Люди, если они уже на NBC News зашли, они уже готовы потеряться. И уже сразу как-то и про Джеба Буша, а не про Путина. Да, кстати, да. Он, конечно, его сняли уже с гонки выборной, но тем не менее. Короче говоря, тут еще подпись. Это не круто, это не секси, это не хай-тех, но это работает, потому что это приводит правильную информацию сент. К вопросу о тех людях, которые пишут, что у нас в произношении кино, мы сейчас специально с акцентом говорили, как в этом. Ника Белик в GTA 4. Правильная информация? Правильная информация сент, конечно. Кстати, в 4-ом Fallout в Diamond City есть бар и там чувака имя Ефим, я не помню фамилию. Ну, короче, они прям с русским акцентом. Я поржал сегодня, да. И нам пишут, а какие же типа варианты нам сделать с гамбургером? Ну, кроме того, что просто там надпись меню. Ты имеешь в виду, если вдруг ты все равно не хочешь сделать вот эту охраненную менюшку здоровую, и все равно хочешь сделать какое-то обозначение, да? Не то, что ты просто забил на гамбургер. Да нет, здесь на самом деле есть и просто типа забейте на гамбургер и делайте просто полное меню, как бы оно там у вас не получалось, туда-сюда. Уменьшайте, значит, если прям вообще не получается, уменьшайте количество пунктов, только самые основные, а все побочное в толстый футер пихаете куда-нибудь просто и хербы с ним. Так. Так вот, здесь мне больше всего понравился пункт, почему не сидит горизонтальный скроллинг на сайте? К вопросу об UX. Ну да. Ну, не важно. В общем, самый главный пункт мне показалось, почему вообще так сложно от него отвязаться, от этого гамбургер меню. Угу. Во-первых, потому что это дизайнерская мечта. Вот это всего лишь пункт, из-за которого меню полностью пропадает, и не надо его дизайнить и придумать, как на телефоне уместить меню. Угу. Короче, это просто, грубо говоря, уход от проблем. Это как бутылка. Гамбургер меню как бутылка. Вот так надо было эту громкую тему назвать. Ты имеешь в виду, если поставить задачу перед дизайнером сказать, никакого гамбургера меню, чувак, я хочу просто пункты. Меня не волнует, как ты это сделаешь. То дизайнер вспотеет. То он вспотеет. Это прям вообще самое дерьмовое. И иногда дизайнеры сфокусированы больше на трендах, а не на логике. Кому как ни нам это не знать, мы частенько в ВК тренды по стим нелогичны. Ну да. А логичны. Ну и в общем, прям в 2014 был супер тренд. У всех были гамбургер меню. Были всякие прикольные анимации, когда ты на меню жмешь, оно превращается в крестик, потом обратно в меню. Было. Их до сих пор выкладывают. И даже я чуть ли не планирую на следующей неделе такое выложить. Ты только пометка напиши в скобочках, что гамбургер меню говно, конечно. Но вот прикольно, да. И самое другое, что оно есть в Bootstrap и в Foundation. Да, кстати. То есть, это, понимаешь, это не то, это не факт того, что это круто, а оказывается, это из-за них мы такими стали. Ну да, да. Нам же главное виноватого в этом подкасте найти. Вот чуваки из Zerb и из Twitter, они, хотя сейчас Bootstrap уже от Twitter, по-моему, отпочковался. Их привили куда-то, как в ботанике, прививками размножают. Ну и вообще Unsexy News Travel Slowly. Вообще, вот весть о том, что гамбургер меню говно, оно не очень распространяется, потому что это ж надо переделывать всем все. Это все, ой, да ладно, ой, да вдруг не, нет, вдруг не говно. Ты имеешь в виду на тех сайтах, на которых можно было бы эту статью запастить на них на самих гамбургер меню? Да, 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 потому что, ну вот, вот, вот так вот. И здесь написано, почему вообще кто-то его должен типа использовать, не то, что должен, а почему кто-то вообще хочет использовать после вот всей этой статистики. Так. И здесь несколько вариантов. Во-первых, если вот у вас аудитория, прям вот стопудовые чуваки, которые Bootstrap юзают, для них гамбургер меню это нормальная тема. Ну-ка. То есть на доках к Bootstrap используйте гамбургер меню, нормальная тема. Или как в Фейсбуке супер вторичное дерьмо туда закинуть, которое реально уже, ну опять же, с пометочкой more. Угу. Чтобы уже вот те, кто кому надо, те уже типа поймут. Ну и вот, что мы сделаем вместо этого? Ну, горизонтальные какие-то штуковины с иконками, например, да или просто без иконок. Это неважно. Они прям очень круто выглядят. Угу. Я всегда, мне нравилась эта штука. Здесь даже есть ссылки на Bauer, так скажем, пэккэджи. Угу. Например, Gaumen Gut. Gut. Гат. От слова гат. Кишки. Так. Кишка Гаумина. Вот, видимо, это вот нижняя вот эта штука, которую влево-вправо тыркать. Это кишка Гаумина. Так вот. Ну и кроме этого, просто... В эту, как сказать, включите. Фантазию. Вот у Макдональдса, например, на десктопе гигантское меню, практически мега меню, я бы даже сказал. А на мобиле всего лишь food I'm loving it careers locations. Все, что надо. А все, то, что больше этого внизу в тексте можете, типа, найти и бог, и похрен. Угу. И здесь, типа, но Джеймс, у тебя же на каких-то из текстов тоже есть гамбургер меню. Он такой, да, типа, на двух еще есть, но я еще не успел переделать, мне еще не заплатили, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, он нас призывает начать с себя. Но ему пока не заплатили, он как бы... Но у него на именно вот этом его сайте гип-дизайн нету гамбургер меню, я поискал. Ну, это, в принципе, навигация говно. У него-то и никакого нет. Он решил по-простому, но от души, как бы, решить эту проблему, ну, так что вот, да. Следующий пункт довольно прикольный. Президентские выборы в США 2016, да? Интересно, особенно с точки зрения дизайнера. С точки зрения UI. Крис Калабрез, Калабрезе, я не знаю, с каким акцентом это читать, Калабрезе, да, ну, в общем, он пишет нам статью о том, что я, говорит, разобрал 5 сайтов топовых кандидатов, он говорит, не знаю, что топовые кандидаты с моей точки зрения, он пытается сразу холивары убрать, тут у него 5 дисклеймеров. Первые, то есть, кандидаты были выбраны именно исходя из того, как они выступили на праймере на момент написания. То есть, быть может, уже вот на момент нашего прочтения уже совсем все по-другому. Допустим, Теда Круза нет? Или там Марко Рубио? Хотя, ну, Тед Круз уже, да, он хуже. То есть, у нас, в принципе, мы сейчас будем, я думаю, свое внимание на Хилари Клинтон останавливать, на ее сайте, на Дональде Трэмпе. Да, но Сандерс тоже кое-где у Клинтонши выиграл. Полковник Сандерс. Ну нет, Берни Сандерс, тоже еще один демократический кандидат. Неважно, короче говоря, идем дальше. Смотрим. Дальше по пункту. А, он еще говорит, типа, кандидаты в порядке по алфавиту, чтобы вообще никто не благовазал. А почему Клинтонши первую вдруг рассматриваете? Ну да, допустим. Он говорит, а вдруг говорит, еще в разных штатах по-разному. Ягод был в Нью-Йорке с Google Chrome. Все предусмотрел, короче, чтобы никто не подкопался. Купер.ком, между прочим, у него сайт. Он еще и подмутился. Почему, кстати, Купер.ком, хотя Крис Калабрайзе. Это, видимо, просто чувак пишет на сайте Купер.ком. Да, потому что здесь другой чувак Шадрат Самаждададж какой-то. Хорошо. Видимо, из Германии пишет. С сосисками, не с веными. Ну ладно, не будем. Первое, что сравнили с Splash Pages. Это, как бы сказать, всплывухи. Да, значит, не всплывухи. Иногда, бывает, первый раз на сайт зайдешь, и тебе именно полу-лендинг, просто такая страница-вспышка. Просто у нас в медиамаркете, кстати, сейчас акция к 8 марта. Да, да, да. Есть кнопочка «Продолжить на сайт». Вот вам эти страницы. Или оставить свой имейл, например. Ну да, да. То есть там они разного. Полу-лендинг я это называю. Потому что по факту, конечно, лендинг. Но только полу, потому что он, во-первых, не длинный. А во-вторых, ты хоть в посадочной странице, обычно по какому-то конкретному адресу, там, я не знаю, youwebdesign.ru slash promo, а это на любой странице покажется, просто потому что по кукам ты еще не заходил. Так вот, у Дональда Трампа вообще нет Splash Pages. Я не уверен, кстати, это вот хорошо или плохо. Возможно, он не хочет сразу бесить. Но здесь мы до вердикта еще дойдем. Единственный, кому вот Калабрезе предложил полностью переделать сайт, это Трамп. А, ну хорошо. Вот, поэтому, видимо, это плохо. Так вот, сравним их с Splash Pages. Они все на самом деле про бабки. На них на всех типа мы нуждаемся вас задонать. Задонатить сразу в президентскую компанию? Я не понимаю, у них, видимо, традиция какая-то. Напишите в комментариях, если вы в курсе, почему они все время все собирают именно пожертвования на президентские компании. Потому что было бы странно, если бы у нас у путечки заходишь, а скиньте мне бабла просто на Кремль. Это просто, это все равно, что ты зашел и тебе бы сказали, пошел нахрен. Я здесь не рада. Вот это примерно то же самое, потому что жертвовать кому-то Трампу, вот представляешь, я понимаю, почему он не сделал. Может, поэтому и не сделал. Но тут дальше шутка. У него две кнопки донейт на самом сайте. Поэтому. Мы сегодня как-то даже сильно на зрителях-то не концентрируемся. Мы сегодня и слушатели помним, а мы помним о них всегда. Вот. У Хилари просто, Хилари нуждается в вас больше, чем когда-либо. И у нее нет непосредственно сплэш-пейджа. У нее любые вот эти вот взаимодействия, они просто маленький поп-ап по центру на таком транспарентном синеньком фоне. И у нее только одна кнопочка вступить практически в команду Хилари. То есть это не донат? Нет, по факту там дальше уже донат, к сожалению. Понятно. Вот эта Круза, это наше время. Оставьте имя, фамилию, там говно. Паспортные данные. Мэйл по тебе, да, да. У Марка Рубио, у него там прям целая викторина уже. У него там, да. Выберите это, выберите то. А это что за старик последний? Это Берни Сандерс и есть, полковник, как ты говоришь. И там-то у него просто, мы выиграли Нью Хемпшир, оставьте свое мыло. A future to be living. Хотел чихнуть, не смог. Ну, слушай, ну отлично. Ну, смешно. Да. Структура домашних страниц. Кстати, заметь, вот у Марка Рубио и у Теда Круза у них прям красненько, прям республиканское. А я, из этих пятерых только Хилари и Сандерс демократы. У демократов такое, у них довольно гомогенное, не побоюсь этого слова, аудитория голосует всего лишь за двух в основном кандидатов. Несмотря на то, что их там тоже достаточно много. Так вот, главная страница. У всех в основном главная навигация сверху, потом Hero Image, если угодно, то есть, ну, большое меню. У Трампа еще одно меню есть побочное после этого. Кроме Берни Сандерса, у него нету вообще никакой навигации как таковой. У него просто все одно за одним, сверху новости. Ну, здесь вы, здесь наши зрители уже могут видеть, то есть, у него сверху новости, потом навигация боковая, вертикальная. То есть, он хочет, чтобы по вертикали все читали. И, на самом деле, если посмотреть по структуре сайта, у него все довольно по вертикали есть, в одну колоночку. Да. А вот у Клинтона и у Трампа в две колоночки. У Рубио тоже в две, но еще и с отступами, с дикими. Поэтому получается дикая кишка, и ему по юзабилити нормам бы тоже вертикальную навигацию слева сделать, но как-то вот у него вот так вот. И у всех практически есть твиттер фид. Хотя нет, не у всех, только у Круза и у Трампа. Но это уже и практически все. Так вот, Main Navigation. У всех в основном упор на донат. То есть, здесь есть небольшая инфографика. На что сделан упор в навигации? У всех самое важное это донат. То есть, она прям выделена. Даже у Трампа. И повторюсь, у него аж две кнопки. То есть, если тут вниз проскроллить, не вниз там, ну, совсем вниз не будем сейчас пока. Биографии все хотят делиться, кроме Трампа. У него биография так на задний план отдана. Может быть, потому что и про него знают все. Может, наоборот, у него темные делишки, он мафиози был. Темный, да темный, но просто он небоскребы уже лет 40 строит. Ну, 40 я загнул, я про... Когда же это было-то? То ли я на MTV еще в начале 2000-х смотрел передачу про его детей каких-то. И там, знаешь, как обычно, у кого поместья какие-то. Там вообще-то красиво. И там вот про Трампа тоже дочери кого-то говорили, что несмотря на то, что у папаши там сука такие-то небоскребы. Она ездит на велосипеде. Но там-то нет. Там, наоборот, именно роскошь. Показывали досвидош. Там на трех Бентли сразу ездит, потому что в одну она не помещается. Тересаживается то в одну, это другую, понятно. Issues. Issues, я бы даже сказал. У Трампа больше всего. Что такое issues? Я не понимаю. Вот в данном, так скажем, контексте происшествия. Что за происшествие? Может быть, то, что он... Может быть, это как-то с программой? А, возможно, положение именно... Да, согласен. Политическая программа. А почему красная выделена? Имеется в виду, что... В смысле, красная это республиканцы? Синий демократ. Не синие, голубые. Да. Я бы так назвал, ты имеешь в виду. Окей. Ивент. Это в чем участвуют? Вот Трамп тоже не палится. Ему похрен, в чем он участвует. Его, видимо... Клинтонша, кстати, тоже. Клинтонша, да. Видимо, с тех пор, как ее логотип адаптировали к инвалидши, помнишь? Точнее, к ниггерши, которая уступила там место, что-то там... Я уже даже забыл историю. Угу. И она как-то не палится уже, то, чтобы не раздражать людей. Больше всего Рубио, Марк Рубио. Но это ему не помогает. Я первый раз услышал про него, когда вот к этой статье готовился. Волонтир. В чем участвует именно, видимо... Трамп-то бабло-то, походу, впуливает в волонтир. Ну, видимо, у него реально больше всего бабла. Или ему донатят больше всего, потому что у него две кнопки донат. Я напоминаю. Всякое может быть. Шоп-стор, это именно, видимо, кепку с Клинтоншей купить. Вот Сандерс вообще, какой шоп? Он старик сраный. Кто хочет кепку со стариком носить? Ну, это смешно. Собственно, со старухой тоже не очень хотят, потому что она на втором месте с конца. Ну, смотри, с Крузом-то хотят. А с Крузом хотят? Ну, так ты посмотри, он молодой мужчина. А не может быть думать, что он Том Круз и покупает? Согласен. Он просто на Рогозино чуть-чуть похож. Если вот так посмотрите, у него какая-то залысинка такая. Да, 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 есть такое. Да, и в принципе, у него дизайн неплохой. Он такой дистрест вектор. Он да, он именно хипстерский такой дизайнер. Да, то есть просто тут он более презентабельный с точки зрения продаж, с точки зрения мерча, мерчендайза, если вы хотите. Он может быть для этого и поставлен, чтобы только шоп. Согласен. Кстати, ну, как бы по слухам, опять же, из другой дружественной передачи братья Кохи поставили на Теда Круза миллиард. Тупо ему задонатили. Охренеть. Да. А Кохи это палочка Коха? Нет, это двое чуваков. Я не помню. Это не тот наш Кох, который в приватизации с Чубайсом участвовал. Нет. Это именно два Коха, которые в списке Forbes там в десятке вдвоем. Они каждый в списке Forbes в десятке. То есть на двоих у них больше всех. Ну, понятно. Вот они миллиард скинули. Окей. Не, ну смотри. Допустим, с точки зрения того, что донат больше всего у Трампа, как бы он чувак, который в принципе по жизни зарабатывает до хрена. То есть он и здесь привык зарабатывать до хрена. То есть ему и здесь две кнопки ждать, третью может кнопку еще сделаем. То есть он как бы такой. Это не стыдно, это не стремно. Не западло. Не западло. Вот эта круза, кстати, кнопка Store, видишь, как донат именно прям выделена. Дальше уже такие скриншотики. Кстати, я понял, почему у меня везде горизонтальный скройл. У меня увеличен был по слепым вообще этот масштаб в браузере. Так вот, да, у Трампа, просто посмотрю, у него там две такие навигации. Да. Вот широко и сверху ищешь. Schedule about gallery. Чтобы никто не узнал вообще, что, галерея, где палился, чем там, чем и так далее. Хотя я вот сейчас только что приблизил для зрителей, потому что у нас же всего 1080p, не 4K выложено. Поэтому, поэтому и было. Не потому, что я слепой. Хотя казалось бы. Причем, самое главное, что вот эти вот about, schedule, туда-сюда, gallery, в мобильном меню они вообще между собой перемешиваются. То есть, почему-то about самый верхний сразу становится. То есть, с телефона для тинейджеров Трамп хочет, чтобы про него знали. А с компа хочет, чтобы только донатили. Слишком гениально как-то. Как-то да. Но я напоминаю, автор статьи хочет, чтобы Трамп переделал сайт. Видимо, он считает это все нелогичным. Хорошо. У Берни Сандерса в главной навигации, которая вот здесь я приближу, опять же, слева, вот там, только супер основное. Просто вот вообще. Именно как раз, как мы в предыдущей теме и рассмотрели. Только там Мид Берни самая первая ссылочка. Отлично. Повстречайтесь со стариком Берни. Стариной, да. А все, побочная навигация у него в толстом футере, как я и говорил. Везде, конечно, this is your movement. Оставьте почту. Вот очень интересный пункт на испанском. Это, кстати, важно для Америки. Да, и у Клинтонша, и у Круза, и у Сандерса везде есть просто кнопка сайт на испанском. Так. А у Трампа нет вообще. Он, возможно, не любит мексиканцев. Я напоминаю, он же против, вообще он хочет запретить миграцию в США полностью. И, видимо, он соблюдает это все и реально не хочет. Кстати, забегая назад, а и так можно забежать, я забыл сказать, что сайты у всех адаптивны. Ага, ну то есть все нормально. просто вдруг это. Подожди, а Трамп не боится такую хренью отпугнуть количество некое, допустим, Техас, понимаешь? Или, наоборот, Техасов задолбали. Техасов-то задолбали. Понимаешь, он-то республиканец, а в принципе вся лимитана за демократов всегда голосует. Он мог и не париться, он даже переводчика мог не платить. Ну хотя да. То есть за республиканцев никогда практически и не проголосуются. Это потому, что это как южане в гражданскую войну. То есть они за... Они бы рабовладение все еще опять вернули с мексиканцами, поэтому... Понятно, так, отлично. Вот, юзер-экспириенс. Берни Сандерс, между прочим, его славят очень сильно, потому что у него флэт-дизайн, у него много пространства везде, и все прям удобно, здорово и круто. У него еще люди, они как бы счастливые. да, причем там-то есть, к сожалению, лимита среди людей. Причем довольно-то хрена. Очень много, лимиты. Ну, демократ, что с него взять? Ну и вообще, прям вот его дизайн славят. Почему-то нету ссылок, я бы прям перешел даже, но как-то Куперком не хотят свой вес передавать на сайты президентов. Да, там как бы у них-то точно лучше все. Да, у Хилари, она на втором месте по юзабилити, потому что у нее тоже все на белом, нормальные шрифты, понятные справа, шоп-нау, коммент-нау, рид-нау, то есть, ну вообще без базара. Все довольно понятно. Не, ну блин, у них, конечно, все-таки индустрия. Stickers and T-shirts and more. Почему нет? Да, конечно, это же все в рамках, понимаешь, ты продаешь кепку, и тот, кто в твои кепки ходит, он тебя еще и пиарит. Согласен. Это же прям, это такой сарафан, уже говорят, с ленгом, да? Это сарафан такой, что ты выпусти только, как воробья, и потом у тебя уже весь карниз в дерьме. Ну да. Тед Круз, у него странно позиционированный элемент, у него какие-то цитаты такие, как кавычечки в обе стороны, как будто поддерживают, как в чашечке его, я не знаю, ну все, вот он тоже пишет, что странная какая-то типографика, тут вроде слайдер из новостей, сверху видосы, ну короче, не совсем все с ним ясно, так, но вот у Марка Рубио вообще досвидос, у него как будто одна из тем на вордпрессе, которые журнальные темы, все разноцветное, все глаза разбегаются, ни на чем бы то. У него как в этом, в Бургер Кинге или где, непонятно, что брать. Кстати, да, ну как в самом Бургер Кинге, может быть на сайте у них и понятно, что брать, может быть, опять же, мы уже с тобой здесь думали, что может быть в Бургер Кинге они специально так делают, чтобы непонятно было, что брать, и там же всегда кассиры говорят, кстати, попробуйте еще вот это дерьмо, а еще вот сюда можно это добавить, а сюда беконда. И ты об этом не знаешь, пока ты с самим уже кассиром не столкнешься. И тут и в этом и суть. И ты настолько потерянный стоишь, ты не знаешь, что брать, а тут тебе сразу предлагают готовить. И ты хоп, и ты на крючке, и берешь уже бекон протухший. Может быть, да. То есть, мне кажется, это все у них часть заговора, но вот у Марка Рубин, говорит, когда просто верхняя, этот, hero image посмотрел, вроде норм, а потом хоп, и там какие-то странные гряды, несостыковывающиеся, и это, говорит, вообще досвидос. А все, Хиллари Клинтон из дисквалифайд, например. Там есть картины, да, да, там... Почему нет? Ну... Окей, так, мы сейчас уже до Трампа, да, 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 да. Да, мы дошли до Трампа, и он, в принципе, он говорит, самый порли дизайн, самый дерьмовый сайт. Там видно, что все по центру, все какое-то такое прям... Одно сильно по старикам, как-то прям по мужик, по старому, какому-то американскому такому стилю. Но он зато Make America Great Again. А он еще... На самом деле, его цитату... Ну, как бы, есть цитата прям на YouTube ведущая, что сайт стоил мне 3 бакса. Он говорит? Он хвалится этим? Да, да, он хвалится. А смысл этим хвалиться, я не очень понимаю. Ну, мог бы бесплатно себе сделать, накатить WordPress тему. Ну, может быть, там WordPress, мы же не знаем. Ну, и вот здесь, кроме того, что дерьмовый градиент в навигации, а это минус считается. Hero Image на широких экранах у него тело пропадает, одна башка остается. То есть, понимаешь, да, если сузить, то у него, оп, он поднимется такой. Ну, и да, вообще, говорит, текстурированная типа пергаментная бумага на фоне. Типа это уже прям вообще фу-фу-фу, не тренди. Теньки здесь, дроп шедоу. Ну, короче, бэд типографика. Ну, в общем, не нравится ему сильно Трамп. Всех бесит, но мне почему-то кажется, вот я сейчас верю, что Трамп, он вот в молодости своей в интернет ходил, вот такой верил, попросил ему такое же сделать. Да. А он может себе просто сделать, я сказал. И все, ему хоть какие-нибудь девочки там, маркетолог, говорят, ну, Дональд, слушай, друг, ну, ты же так нельзя, ну, ты не видишь, ты такая, я все равно выиграю похрен на миграцию, кстати, запретить тебя уволить нахрен. Тебя, мексиканка, уволит. Да, да, я примерно так и думаю. Так что вот пишите в комментариях, что думаете. Ну, отлично, мне понравилась тема. Мне даже хочется перед нашими следующими выборами, ну, то есть они уже в сентябре. Разобрать сайт Жириновского. Да, сайты партии, посмотрите, хотя бы просто посмотреть, есть у них сайты или нет. Можно задонатить в кепки Жириновского выходить или нет? Ну, кепки раздают у нас. То есть каким-то хреном, у меня даже дома кепка ЛДПР какого-то хрена лежит. Отлично. Я бы не хотел сейчас в срежноваться. В следующем подкасте сидим. Или, может, разыграем кепку ЛДПР? Пишите в комментариях. Да, тоже нормальная тема. Там козырек еще не гнутый, можете как снэпбэк носить. Ладно, переходим дальше в блок деньги. Да, от такого жирного как бы раздела от дизайна к нормальному разделу бабки. Да. Первая тема с Forbes.com сразу прям в сильные бабки идем. Так вот, Forbes.com пишет про новое железо от Apple. Оказывается, недавно закончились патентные выдачи вот этих патентов в США, так скажем. И Apple оказывается за несколько патентов как это говорить? Получили патенты или как? Получили, зарегистрировали. Зарегистрировали, да? То есть они как бы как получить? Они получили бумажки, патенты-то их и были. Да, да. Ты просто так сказал, я уточнил, завершилась выдача как будто вообще. Там их выдают просто партиями. Я не знаю, два раза в год, наверное. То есть и вот закончился как раз цикл выдачи и все обнародуют. Нам вот это дали, а мы это. Потому что до этого они же в строжайшем секрете. Ну да, чтобы никто тоже не подал. Ну вот да, да. Ну вот, и оказалось, что Apple получили несколько, зарегистрировали несколько патентов про гибкие электронные устройства, будем говорить. Так. Вот, что же, этот патент охватывает как бы многие приколы. Конкретно использование гибких всяких компонентов. Патенты распространяются на айфоны, айпады, на часы, на все, 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 что можно типа компоненты деталей скручивать, по-всякому гнуть их, сгибать, так скажем. У меня, знаешь, сейчас вспоминается, бывают такие рубашки, они прям рифленые, и у них именно структура такая. Их, когда стираешь, их надо скрученным виде сушить. Да, я вот это дерьмо представляю. Возможно, так же айфоны будем сушить. Да. Ну вот, несмотря на то, что недавно совсем зарегистрировали, это было еще в 2013 году. Написано, что даже печатные платы и экраны попадают под эти компоненты. то есть любые компоненты этих девайсов, поэтому, скорее всего, чувак пишет, что, скорее всего, это будет где-нибудь в айфон 7s, он пишет, потому что вряд ли в семерке это успеют сделать. Ну, конечно, да. То есть сейчас зарегали, и вот скоро-скоро-скоро, типа, вот. Я не могу тут просто айвыч сидеть. Да, у нас тут на картинке для слушателей расскажем. Фотография Айва сидит в красных носках, он как бы довольный, сидит еще в стаканчике у него. Он еще у него двойной подбородок, и он как-то сидит уже, у него шея как-то защелкнута, как будто он Хокинг уже. Да, да, да. Нельзя, конечно, но вот выглядит именно так. Ну вот. А, собственно, нет, тут еще немножко есть про это. Так вот. Кроме того, что просто это будет круто, новая тема, новая технология, можно будет гнуть, там, сгибать в кармане, еще это может защищать вас от падений, например, от каких-то повреждений. То есть, когда у вас гнется экран, например, или какие-то части, телефон падает, он там амортизирует, будем говорить, немножко. И это еще и круче к тому, что будут меньше разрушаться телефоны. Ну, не будет больше вот этих громких бенд-гейтов, когда все жопами гнули 6+, русские. Она и так будет гнуться под жопу. Да, оно нормально будет гнуться, прям, так сказать. Я просто сейчас подумал, представишь, какой рынок они отбирают назад у любителей продать защитные пленки и защитные стекла на телефон. согласен, потому что ты не сможешь, допустим, стекло наклеить. Да, ты можешь, ты сможешь, оно просто, во-первых, сломается, а во-вторых, тебе оно нахрен не нужно. Даже если потом придумают из кривлен, тоже такие же гнутые стекла для гнутых айфонов, ну да. Ну вот, чувак еще пишет, что в принципе, конечно, для айфонов это круто, но вот для часов вообще было бы круто. Там посмотрите, сколько можно всяких изгибающихся элементов, плюс еще запястье, оно непонятно, как у всех расположено, поэтому гнущиеся элементы были бы круты вообще. То есть даже толстяки не смогли бы растянуть часы на свое запястье чуть-чуть. Да, вот такая, в принципе, громкая достаточно новость. Мы давно уже смотрели вот эти все концепты, знаешь, изгибающихся всяких девайсов, и вот тут Apple начали. Знаешь, что дерьмо? Здесь вот, как мы не любим в каком-то из подкастов обсуждать, во-первых, тут гамбургер меню на Форбсе. Да. Во-вторых, здесь эта статья, она из страниц, то есть там в самом низу есть пейдж один из двух этой статьи. И можно перейти на вторую страницу этой статьи. Так, вижу. Я перешел, и там практически просто вывод. Вот почему айфоны могут быть гнутые, и скорее всего будет айфон про. Да-да-да, это тупо на самом деле. Ненавижу их вообще. И тут зато AdSense сразу гигантский. Или это не AdSense, а нет, это статья тоже про World's Most Expensive Watches. Короче, они прям сильно... Не, на Forbes противный сайт. Вот честно противный. Отвратительно, согласен. Прямо здесь один AdSense с другим погоняет. Я вот сейчас зрители видят, один скроллится справа у меня, и потом упирается во второй, а не хоп, и они оба сразу. Ну, прям вообще досвидос. Ладно, не будем. Так, следующая статья про Lurk у нас. Она как бы про бизнес, но про Lurk. Я когда читал эту статью дома, я, в принципе, поржал про себя, что можно новую у нас рубрику вводить. Знаешь, какую? Работа. Чтобы у нас люди, знаешь, отправляли нам «Ай, чуваки, чуваки, я начинающий PHP-программист, возьмите меня там на работу, вот, мы будем это говорить, допустим, или они нам джинглы будут свои отправлять даже за бабки, короче». Ну, вот так вот. Это хорошо, это мне уже нравится. Это все слушайте, Никиту, да, отправляйте. все какая. На самом деле, это как бы такая небольшая шутка, хотя хрен знает. Но статья про что? Про то, что некий Дмитрий Хомак, если бы вы знали, не знали, это чувак, который придумал Lurk Mor, как я понимаю. Мы просто здесь с тобой обсуждали, когда он уходил. Прям вот я помню. Да, так вот, в июне 2015 года основатель энциклопедии Lurk Mori, Lurk Mori, Дмитрий Хомак, перевел проект в режим консервации. Так вот, а сегодня, а это было воскресенье, получается, то есть, вчера, он объявил, что работа все еще нужна. То есть, чуваку как бы негде было работать. Он как бы законсервировал, конечно, Lurk, но работать негде. И он говорит, что Lurk Mori надо выводить из застоявшегося состояния. И пишет Уся на Фейсбуке. Так, изооритяне, мне очень-очень нужна работа. По возможности, чуть сложнее, чем курьером или груш. То есть, он реально полгода ходил и, видимо, не мог нигде притукнуться никак. Ну да, но умею переводить с русского на английский и обратно. Умею писать, умею в соцсети, понимаю, как работают сайты, но, к сожалению, не в состоянии работать ни программистом, ни си-садмином. А, кстати, Lurk, он же, по-моему, вообще на Вики-движке. Да, мне кажется, как же он называется-то? Да и насрать, как он называется, но Вики-движок. Вики-движке, да. Ну, в общем, чувак хочет работу, причем, я так понимаю, в Израиле, потому что он говорит, так изооритяне. Ну, у него еще в Фейсбуке он Дмитрий Хомак, а на LinkedIn он Давид Хомак. А, ну все, хорошо. То есть, короче, чувак просто умеет сделать идею типа Лурка, но не может программировать. Вот я почему и говорю, что вот у нас новая рубрика Дмитрий Хомак ищет работу. Да, уж. Вот, напишите, может быть, вы можете дать ему работу, пич, пип, не знаю, нет, а он же не хочет точно программировать. Да, просто быстрый поиск, теги, Лурк Мор, Дмитрий Давид Хомак и Израиль. Отлично. Просто вот по Израиле искать на Роемру, что тут. Окей. Следующая тема тоже с Роемру. Бывший топ-менеджер Дикси запускает продуктовый Uber. Вот это круто. Мы уже говорили про Uber, на самом деле, пару слов про, что там, про приложение, про еще что-то. Да и про редизайн, про то, что они мотоциклы запустили. Да, да, да. Много новостей. То есть, так Uber в Europe Design. так Uber, можно сказать. То есть, сервис, который занимается такси в основном или доставками. такси, такси. Да, то есть, ну, доставками людей, будем говорить. Пассажирскими перевозками по городу. Так вот, бывший чувак из Дикси. То есть, он раньше работал в Дикси, Алексей Танаев некий. Он рассчитывает привлечь 9 миллиардов рублей на запуск онлайновой площадки по торговле продуктами и товарами повседневного спроса foodbuyer. Ух ты. Вот так вот. Сообщает издание DP.ру. Что такое DP.ру? Я именно до этого место дочитал, поржал и скинул эту ссылку в подготовлении. Короче говоря, он уже придумал, что у него будет все работать по модели Uber. Компания будет брать в аренду склады. То есть, он ни хрена не хочет. Он хочет только брать в аренду склад, брать, короче, транспортные компании тоже привлекать. Индивидуальных предпринимателей. Все, они все будут разводить, развозить, все, логистика будет просчитывать, как, что, куда ехать, что, куда. Вот. И он хочет соперничать с такими чуваками, как Magnit, X5 Retail Group. X5, это на BMW они ездят? Скорее всего. Но это пятерочка, перекресток-карусель. Ну вот. Сейчас компания создает необходимую инфраструктуру, в том числе договаривается об аренде распредельных центров. Вообще, можно это все не читать, потому что есть внизу ссылка на тестовую версию сайта. Можно перейти и посмотреть. А, охренеть. У них там уже задизайнено, там сейчас будет загрузка тебе, скорее всего. До 100%. Ну, пока еще нет. Пока просто, да, есть. Используя технологии, меняем мир к лучшему. Ну, у него, короче, сайт, он как будто сделан, опять же, на какой-то теме WordPress'а. И там, тут еда с кубиками. И там, так скажем, презентация небольшая, которая ты скролишь, но она сейчас, знаешь, как будто он ориентируется на сильных хипсеров, потому что у него все там так сделано, что вот обычный мужик с завода не поймет, как же. Потому что Foodbuyer, это идеальное звено сотрудничество между производителями. Видишь, он на ИП, а ИП, они же сейчас хипстеры. Ага, ну да. Хотя, казалось бы. Ну вот, вот у него там есть некие слайды, ты можешь там нажимать, смотреть, но у него достаточно все еще казенно сделано, хреново, как-то вы голодны. Ну, короче, посмотрите, для интереса, интересно есть. У него тут такие жестяные игрушки, которые в поход надо брать. Там да, там все хорошо вообще. Там просто еще у него, я на одном из них нажал подробнее, и там компьютер, оформляем заказ, и там, ну, мэкбук, но вместо яблочка просто тупо яблоко лежит. Отлично. То есть, тут в принципе-то поработали, чуваки. Фудбайер работает, еще там подписано, а мы потом наслаждаем. Короче, по факту, это доставка жиротвы. Я так понимаю, по факту еще пока ни хрена не работают. А, ну да, скорее всего еще не работает. ДП, кстати, это деловой Петербург. Хорошо. Просто в Петербурге будут одни из главных сортировочных цехов. А, ну все понятно. То есть, опять же, аудитория Петербурга, вот мы смотрим сайт, все правильно. Все правильно сделал. Да. В принципе, от бизнеса можно переходить к сложному разделу разработки. У нас люди, некоторые жалуются, что мы их мучаем. Там просто есть пункт халяль, например. Такой сегмент. То есть, здесь очень много сегментов. Уютный дом, спорт, шоколатье, славянский. Опа. То есть, тут до хрена всего, честно скажу. То есть, он прям не только продуктами. Зоо Маг есть. Ладно, все. Халяль. Я просто хочу нажать, или там не будет. А нет, там есть, там PDF-ка на каждое еще. Халяль, футбайер, PDF. Подсраться. Нет, там все-таки продумано, нормально сделано, но... Да. Так, у нас следующий блок разработка, и мы по нему флешево попробуем пройти, хотя там досвидос одна тема, не флешевая. Это как, ну какая? Ремы против емов, которая у нас, собственно, одна из громких. Да. На GitHub.com больше иконки не иконочным шрифтом, а SVG-шками сделаны. Тут товаром товаром. Охренеть, а на картинке все пиксельное, как дерьмо. Да, картинки показывают просто, что... как слева было на иконочках, а справа на SVG. И чё? Ну, поотчетчик, короче говоря. Ну да, допустим. лучше сглаживание на SVG работает. Ну смотри, дальше нам там гифочку прикладывают ещё. Да нет, я в принципе, мне-то на ретине видно. Даже уже вот тот Octocat, который просто в левом верхнем углу на GitHub, который при хувере синеньким становится, он и то прям такой чётенький. То есть, ну, реально круче выглядит. Ну, чётенько, короче, да, но они пишут, почему SVG? Ну, во-первых, иконочные шрифты дерьмово рендерятся, то есть, типа, антиалиасинг хреновый, но это как всегда, это там на вебкитных браузерах всё заблюренное, хреновое, видимо, вот представь себе, хотя ты, так как никто может это представить, Windows машина, так, не ретинный экран, так, Chrome. Вот это у меня. Вот я и говорю, вот там заблюрено всё было раньше на GitHub, может быть. Можешь мнению. Ну да. Ну, как бы, я даже уже, если сейчас вижу на каких-то сайтах что-то заблюрено, я не особо придираюсь, во-первых, я просто уже привык, это как, когда, ну, мы говорили с точки зрения юзабилити, если ты уже пользуешься скринридером, то ты привык, что у тебя какие-то могут issues возникать. И так же, когда ты крутым экраном пользуешься. ты привык, что где-то могут не знать о том, что у тебя крутой экран и насрать на тебя. Ну ладно, не важно. Кроме того, кроме того, что Page Rendering Improvements быстрее, показывается все. То есть здесь есть гифка, как раньше иконочки загружались. Сначала нет ничего, потом хоп, загрузились. Потому что именно файл шрифта подгружался. А поскольку SVG, это просто XML, он вместе с HTML подгружается и сразу уже показывается. То есть там нету нестилизованного кусочка такого. Отлично. То есть даже при самом хреновом интернете у тебя все равно SVG-шка-то залетит. Да. С точки зрения accessibility для SVG-шки можно и тайл, и description вписать, до хрена всего. И даже если через имидж SRC SVG писать, то можно alt-атрибут написать. Все плюсы. Отлично. По сравнению с иконочными шрифтами, где у тебя это или спан, или i-тег, какое-нибудь дерьмо. Ну, с сайзингом всегда были проблемы, то есть иконочные шрифты, они в зависимости от именно размера шрифта скейлились. И это ты как бы пишешь, что у тебя размер 16 пикселей, но высотой они там 20, ну, досвидос, короче говоря. С SVG все легко, то есть ты его стилизуешь как диф-элемент практически. Так. Ease of authoring говорится о том, что билдить собственные кастомные веб-шрифты было сложно всегда. Надо было сборщики разные использовать, там, из PNG-шечек, ну, короче, целое дело. Или пользоваться платными решениями, например, как на iCommune. Там есть и бесплатные пакеты, есть и платные. Вот с SVG все легко, то есть, во-первых, тулзов больше, во-вторых, ты их можешь прям в иллюстраторе сделать, даже не один SVG спрайт, а отдельные иконочки, ты их в иллюстраторе сам делаешь, потом в редактор кода зашел, почистил комментарии, всякую хрень, чтобы меньше весило, и все. Так. Ну, и самое главное, вот лично, как бы с точки зрения практики, то есть, все вот это accessibility, это все в идеальном, а вот реально практически их можно анимировать, а иконочные шрифты анимировать нельзя. Ну, от себя еще добавлю, их можно перекрашивать по-разному, в разные цвета и по частям. Иконочные шрифты ты или делаешь разного цвета, и он все цвет, а тут можно прям по частям. Теперь, ну, они тут пишут, что они прям на рельсах добавили генератор, в котором ты прям в их тегах в шаблонизаторе пишешь просто octicon, символ плюс, все, она появляется, вот такой-то свежишечка. Но, говорит, вообще, мы решили не делать свежи спрайт, потому что у нас реально дохрена иконок, и они везде разные, и везде таскать все тупо, поэтому они просто используют тупо разметку прямо в страницу, не через имидж, не через CSS бэкграунд, потому что только когда разметка полностью лежит, или через юз, а через юз это спрайт, который они не хотят, потому что не хотят все таскать, только так можно опять же и анимировать, и менять цвета на лету, то есть по нажатию кнопки, там по хуверу и так далее. В общем, вот так вот. Что касается перформанса, он говорит, мы, не увидели, что сильно прям хоп, и сразу в три раза быстрее все рендерится, там, мы, надеялись, больше будет, но, как бы, хрен бы с ним, на самом деле, мы зато, типа, у юзеров все прям сразу хорошо и круто. Ну, понятно. Не, ну, вот, да, то есть они пишут, конечно, есть и минусы, например, в Firefox все еще округляются, пиксели дерьмово. Ну, вот, да, несмотря на то, что у них и с иконочными шрифтами такое же говно, поэтому, как бы, с Firefox все понятно по полной. Понятно, ты имеешь ввиду? Ну, они, в принципе, достаточно долго не переходили на SVG. GitHub, я думаю, себе может позволить перейти сразу, там, как только, так сразу, но, видишь, не везде поддерживалось, не везде то-сио. ты же понимаешь, это и делать надо. Это ж надо просто все взять и делать. Мы с тобой обсуждали, они недавно добавили там шаблоны для полу-реквестов и шаблоны для issues. То есть, это ж надо взять и часть команды взять и сесть. Да, все правильно. Именно так. Иногда, говорят, чтобы фон сделать, надо в GIF обернуть вдруг. То есть, ну, есть минусы, типа, иешечки в ширину и высоту требуют именно атрибуты width и height на SVG, но это все несложно. То есть, ну, поставили они эти атрибуты, хрен бы с ним. Короче говоря, они заодно пишут, что это, пишите, если вдруг баги какие-то у вас на гитхабе, так что все нормально. Ну, и tldr, tulon didn't read. Короче говоря, мы ушли от иконочных шрифтов, нам теперь проще, нам быстрее, вам более accessible и вам же выглядят круче. Enjoy. Ну, блин, что делаю-то? Вообще, да, я прям даже поменяю темы местами, хотя хрен с ним, что я буду это делать. Мы находимся на блоге ZellaLiu или Vue, как там его? Хрен пойми. Короче, это чувак, который изначально он с Сьюзи много работал, а теперь он уже прямо в разработчиках Сьюзи, значит, то есть, это такой гридовый парень, так скажем. И он нам пишет аналитическую статью, что же круче, Ремы или Емы? The Great Debate. То есть, это не первый день уже об этом разговаривают. И он 17 февраля уже написал эту статью. Да, прям в Саньке день рождения написал, что вот что же все-таки юзать? И говорит, всегда есть поддерживальщики supporters, чуваки, которые поддерживают и Ремы, и Емы. И говорит, в первую очередь, прежде чем кого-то поддерживать, дайте выясним вообще, что это такое. Ну, здесь, конечно, будет сейчас для тех, кто в курсе, так скажем, повторения, мать учения. Ем это юнит, это единица измерения типографическая, которая равна, как бы сказать, установленному фонт сайзу. поинт сайзу. Если говорить о единицах измерения в чистой типографике, не в веб-дизайне. Поинт сайза нет у нас, у нас есть фон сайз, но если мы заменим, то, как бы сказать, определение останется верно. Ты имеешь в виду, то есть для веба одна точка, ну, точка является вот этим поинтом. Поинт это пиксель, да. То есть в типографике это логическая точка, а у нас это логический пиксель. Так, отлично. Не физически, поэтому на рейте на экранах шрифты покруче рендерятся, потому что там логический пиксель остается, а физический становится больше, более сглажен. Но неважно. И он говорит, что это означает, что если фон сайз у селектора 20 пикселей, то 1 ем равен 20. Наши зрители здесь видят, что у h1 фон сайз 20 пикселей, значит 1 ем 20. А у пшечки фон сайз 16, и у для не пшечки 1 ем это 16 пикселей. И вообще емами можно устанавливать просто, ну, размеры шрифтов. И это как раз собственно и есть best practice. То есть пишем h1 фон сайз 2 ем. Но что значит 2 ем, если мы еще как бы ни для чего не определяли его? На самом деле емы, они всегда смотрят на родительский элемент. То есть, допустим, есть у нас некий контейнер мейн, и мы ему задаем фон сайз 16 пикселей. И h1 2 ем. Если этот h1 находится в мейн контенте, то 2 ем для него будет 32 пикселя, как мы видим прямо и в примере. на самом деле можно и писать в html фон сайз в пикселях, как это здесь, html фон сайз 16 пикселей. Но лучше этого не делать, потому что оно перезаписывает дефолтный браузерный, так скажем, настройки. То есть, ты предлагаешь не перезаписывать, а сразу примерно придумать, что, допустим, в браузере 8 пикселей, я не знаю, минет 16. 16, да? 16 дефолтный, ну все, окей, я буду использовать 1 ем. Да, примерно. Либо не перезаписывать, либо все-таки использовать проценты. И, например, вот я, когда мне нужно переопределить, чтобы базовая была не 16 пикселей, а 10, я делал html фон сайз 62,5%. И это тоже считается best practice. Это валидно, да, считаешь? Да, это считается, это легально. И самое главное, почему это тема, потому что ты, когда вот делаешь command плюс, command минус, оно с пикселями не будет скейлиться, потому что 16 пикселей, если ты уменьшишь, оно и останется 16, а проценты, если ты уменьшаешь, он подгоняет. Он эти проценты и скейлит. Короче, должны быть relative units. Блин, ну это нормальная тема, так. Так вот, поэтому, если хотите сбросить с 16 до 10 для ровного счету, то фон сайз 62,5% 62,5% 62,5% это нормальная тема. То есть, ты сначала должен на калькуляторе математикой позаниматься? Ну, или по тебе забить и высчитывать, ну, собственно, тоже на калькуляторе. То есть, в любом случае, если ты хочешь задрочить тему единиц измерения, typography, так сказать? Да, да, если ты хочешь cool typography, то ты должен или калькулятор взять, или нагуглить что-нибудь, я не знаю, или в уме считать хорошо, это тоже вариант, между прочим. Ну, давайте, говорит, вернемся к емам. Вот, представьте ту тупнягу. Вот мы h1 font size 2 ем. Так. С учетом того, что 1 ем у нас 16 пикселей по дефолту, font size будет 32. И мы делаем после этого сразу margin bottom 1 ем. Мы такие думаем, ну, раз мы font size указывали относительно html, этот будет, наверное, относительно html, а хрен-то там, он будет 32, потому что он уже от этого font size, который тут. Ну, допустим. И здесь конфьюзмент некий, потому что у пэшечки, если font size 1 ем и margin bottom 1 ем, то тут 1 ем марджина будет 16 пикселей. Так, и как выходить из положения? Выходить из положения можно миллионами способов, в том-то и дело. один из них задавать font size в пикселях, относительно него отступы уже делать в емах. Либо, либо, как, собственно, здесь и сказано, перейдем к ремам. Задавать font size в ремах, которые всегда будут относительно html, а это и есть r-ем. r-ем означает root ем. То есть, по сути, это не разные единицы измерения? Нет, по факту разные. Просто емы, они скейлятся относительно родительского каждый раз. Причем, внутри самого элемента не только относительно родительского, но относительно font size этого же элемента, если он переопределен. А реммы, они всегда относительно рута, то есть html. Так, отлично. То есть, чтобы нам воспроизвести одинаковый отступ, мы можем делать font size 2 рема у h1, margin bottom 1 рем, отступ будет 16, потому что рем всегда относительно html. А у пэшки тоже, font size 1 рем, и шрифт будет 16, и отступ 16. Но получается, если я у html сам задам, то рем будет туда смотреть на то, что я сам задам. Да, рем всегда будет смотреть на html, в том-то и дело. И на самом деле, очень много людей уже вот здесь заканчивают всякую аналитику и говорят, все, значит, ремы юзать удобнее. Но, а по факту, оно, конечно, кто-то скажет, а тогда что просто пиксели не юзать? Но ремы скейлятся, то есть, когда они будут, ты делаешь плюс-минус, то он не просто будет контент увеличивать, а шрифт станет с того же размера. Тебе фактически шрифт будет, точнее нет, шрифт будет пропорционально увеличиваться, но если делать в ремы, два рем, то у тебя весь шрифт будет просто увеличиваться на команд плюс, на одно деление, а именно заголовок он сразу на два деления будет увеличиваться в два раза больше. Так. Так вот, и говорит, давайте, типа, тогда определяться, ремы или емы. Он говорит, ну, типа, это супер дискуссионный вопрос, потому что... А почему же емы тогда вообще существуют? А я тебе больше скажу, емы раньше, чем ремы появились. Опа. Во-первых, потому что они тупо из типографики пришли, потому что просто, чтобы относить... Вот есть у тебя, так скажем, стена текста в газете. И самый маленький шрифт у тебя 16 пикселей. И ты все заголовки делаешь относительно него на какую-то цифру больше, меньше, равно. Жирнее там. И ты делаешь два емы. И у тебя все заголовки в два раза больше текста. Ну, понятно. Там не было такого понятия HTML. Да, там же не было элементов HTML. Как бы... Как это? Узлов. Ну, получается, да. То есть там определялось именно, какие тебе колонка нужна, какая тебе... Да, то есть там, поскольку это было 2D-плоскость, грубо говоря, там все относительно одной цифры делалось, просто чтобы удобнее было считать. Чтобы не везде считать. Тут 16 поинтов, а тут 32 поинта. Нет, тут 16, а тут 2 умножить на 16. Так. То есть, ну, это в индизайне, наверное, можно как-то как-то воспроизвести. Ну, короче, показать. И говорит, вот можно так сделать. Вы думаете башкой, что вам надо? Если вам надо, чтобы все скейлилось именно относительно фонт-сайза элемента, используйте емы, а все остальное в ремах, типа, стилизируйте. Он говорит, ну, давай, типа, реальные кейсы. Вот попробуем полностью ремы только использовать. Вот есть хедер элемент, вот такой вот, с небольшими отступами сверху, снизу, слева, справа и с текстом. Текст, фонт-сайз, один рем, бейтинг 0,5 и 0,75, то есть сверху чуть-чуть поменьше, чем с боков. Ну, как обычно, просто это оптическая, так скажем, компенсация. отлично. Ну, говорит, все окей, прикольно. А теперь, попробуем чуть-чуть побольше хедер сделать, потому что, ну, иногда бывает, что элементы разные. То есть, это не хедер страница, а хедер элемента. То есть, а вдруг у тебя есть какая-то статья, которая чуть больше, у нее, значит, и хедер должен быть чуть больше. Ну, говорит, окей, можно сделать просто класс хедер large, и у него фонт-сайз переопределить на 2 рема. Но, говорит, получается говно, потому что отступы-то не проскейлились относительно уже нового фонт-сайза. Отступы так и остались 0,5 и 0,75, и заголовочку, получается, тесно стало. Подожди. Хорошо. А если я в этом же хедер large пропишу стилей для пэдинга и... но тогда это первый способ. Тогда нам надо и пэдинги переопределить и на 2 умножить. Вот смотри, следующий пэдинг тоже 1 рем, 1,5 рем. Да. Все, вроде норм, но тебе приходится дважды писать. Ох ты, ну ладно, допустим. И если бы пэдинги были в емах, а фонт-сайз в ремах, то ты мог бы сократить и написать фонт-сайз 2 рем, а пэдинги уже бы отскейлились относительно этого фонт-сайза, потому что это емы. И хоп, и все круто. Так, то бишь, нам сейчас это наталкивает на мысль, что нужно и то, и другое использовать. И ем и ем. Нужно сочетать, нужно прям быть мудрее, выше всех этих холиваров, а использовать и то, и другое. Так. Но это самый простой пример. Давайте, говорит, попробуем полностью емы только. Угу. Ну, говорит, полностью повторяем, 1 ем, 0,5 ем, 0,75, 2 ем, все, говорит. Ну, говорит, вроде должно быть точно так же. Так, а хрен-то там. Потому что, говорит, вдруг у вас только, не только в хедере они находятся, и вдруг хедер large, он и относительно хедера. И, короче говоря, у него все вдруг станет в 2 раза больше. Угу. И кроме них другой, как бы, контент есть. И хедеры ты увеличиваешь, а параграфы в данном случае нет. Ну, я понял. То есть, из-за того, что ем, из-за своей относительности, он может вообще изменяться по-всякому, и ты не уследишь вообще. Да, да, да. Нужно прям практически на бумажке еще прописывать, в каком контейнере у тебя какой фонд-сайз, относительно которого ты эти емы будешь делать. Так. Ну, говорит, ну, хорошо. Допустим, мы типа, у нас есть еще просто пэшечка. И у нее мы тоже делаем отступы в емах. 0.75, 0.75. Вот он. Более или менее одинаково выглядит, хотя мы-то хотим, чтобы... То есть, обратив внимание, на примере вперед этим, наши слушатели сейчас, скорее всего, ушами уже блюют, и у них кровь из-за... Хлопают ушами, да? Да, но я напоминаю, нам все пишут, что больше разработки, поэтому мы как бы стараемся соответствовать. Так вот, увеличивается у хедера, так скажем, отступ, а у параграфа нет. Поэтому мы делаем 0.75, и все говно. Потому что пэддинг на хедере слишком большой, он сразу отступился. и чтобы... Если вы хотите полностью в емах все делать, то единственное, что нужно, это по тебе переопределить. У хедера ларджа пэддинг лэфт и райд в два раза уменьшить на 0.375 ема. Это опять же не сходится с нашей как бы гипотезой, что не надо нам много писать. Мы же не хотим много. Да, да. Don't repeat yourself, что не надо лишнее всякое дерьмо писать. Поэтому, говорит, опять же, вы же видите, что есть, так скажем, как это сказать, да, пэтерн, шаблон, по которому в два раза больше только вот там-то там-то. Говорит, вот видите, здесь один ем и 0.75, а тут два и 0.375. То есть одно в два раза больше, другое в два раза меньше. Там еще чувак пишет No! С грозным смайлом. И говорит, давайте тогда мы горизонтальный пэддинг сделаем в ремах, а все остальное в емах. Так. И говорит, тогда нам не надо будет опять же переопределять. Все круто. То есть как обычно вывод но вот такой же, что сочетайте и все будет круто. И дальше третий пункт самый сложный это когда у нас целый компонент есть. Когда у нас именно все внутри дива находится. Есть див компонент, у него есть компонент хеддер и есть параграф. И допустим мы компонент хеддер 2 ем уже учитывая предыдущие так скажем факапы вертикальные отступы в емах, потому что вертикальные отступы сто пудово всегда относительно шрифта. То есть если больше шрифт его надо раздвинуть так скажем побольше сверху и снизу. А с боков у нас типа линия ровная. Мы хотим, чтобы все относительно линии этой было. поэтому ее мы задаем в ремах. Ну допустим. Это как бы да и у параграфа делаем тоже в ремах верхний марджин потому что пока мы у него шрифт не меняем. Но говорит а вдруг мы хотим чтобы этот компонент у нас повторялся но в зависимости от позиции был разный. То есть ну опять же как мы там предполагали вдруг мы хотим хеддер в разных разный вдруг мы целый компонент хотим разный делаем компонент small. И когда мы у него уменьшаем на 1 ем font size у нас к сожалению отступ у параграфов так и останется большой как theater потому что да кстати он не отскейлится потому что он в ремах и все и нам говорят в ем опять же правило главное все в емах делаете единицы измерения которые должно скейлиться все еще не должно в ремах ну или здесь кейс 1 мы хотим чтобы при медиа запросе уменьшалось все сразу хоп относительно нового размера шрифта просто в 2 раза там уменьшалось и так далее делаем все в емах поначалу причем переопределяем в некоторых моментах относительно font size то есть вот где 2 ем в хедере у нас будет 0.75 боковой а где 1 ем там у нас боковые по полтора но он говорит потом хоп и при ширине 800 пикселей увеличиваем не 1 ем а полтора ема у всего компонента должно вроде все большое но добавляем чуть-чуть сложности а именно горизонтальные вертикальные эти отступы между правыми маленькими блоками если мы хотим чтобы на маленьком экранчике отступы тоже хоп и меньше становились тогда тогда здесь есть grid grid item то есть тут уже компоненты внутри grid item находятся и в такой момент мы делаем компонент плюс компонент как мы в тот раз использовали universal selector плюс universal selector это selector сова вот здесь компонент плюс компонент margin top 2 ем к сожалению здесь он будет скейлиться и когда мы меняем font size у компонента здесь будет насрать потому что он и родительский элемент тоже затрагивает именно grid item получается да и все из-за этого times здесь прям указана фу-фу-фу все говно если мы сделаем в ремах то все отлично отлично здесь есть примеры на кодпен для тех кто на слух хреново воспринимает хотя признаюсь честно я бы на слух тоже дерьмово это воспринимал здесь сразу сказано что с flexbox немножечко сложнее это в эту статью не входит пошли нахрен если хотите с flexbox разбирайтесь сами и на самом деле zeal он здесь пишет что вообще-то Крис Койер об этом еще год назад написал В скобках он гений И я-то вот когда нам в работе понадобилось Как бы решить этот вопрос Какие единицы измерения использовать Я-то статью Криса Койера именно кидал Потому что я помнил, что она есть Мы ее в паблик выкладывали, она реально крутая Здесь именно Есть второй пример Когда нам надо увеличивать Размер шрифта на Вьюпорте большом И чтобы скейлились только хедеры Но не параграфы Ну как вы догадались, здесь надо именно В ремах у хедера Использовать Точнее здесь опять же все в ремах Кроме пейдинга Вертикального, потому что он Раздвигается у большого этого И сам при медиа запросе Мы шрифт тоже увеличиваем В ремах, тогда все нормально Опять же смотрите примерно код пейни На слух сложно, мне даже уже просто проговаривать Это сложно Единственное на чем остановлюсь Зелл, он, поскольку он В принципе в теме Сьюзи Он любитель САСа Он вот хочет экстендить Именно абстрактные какие-то стили H2, H3 И он Command Header Command Small Хедер Чтобы мы экстендили H2 и H3 Чтобы мы не везде С калькулятором прописывали А у нас есть несколько базовых размеров Шрифтов От которых меняется уже На самом деле и все Примерно То есть мы это тоже помним В уме И мы просто их вот так Экстендим здесь И все Так, ну понятно В принципе Ну так В принципе да Так, ничего сложного Короче говоря Он пишет Пишите в комментариях Что думаете Я вам тоже скажу Пишите в комментариях Что думаете Здесь кстати Никита проскроль в самый низ Перед его подпиской на почту Ставьте почту Так, сейчас У него есть вот этот вот Типа смайлик Где чувак переворачивает стол Да, да, да Это именно что Ты задолбался Круто, да? Мне понравилось Да, да, да С помощью ASCII кодов Я тут вверх проскраливаю Там уже перевернутый стол причем Ну так В том-то и дело Следующая статья Юна Кравец Мы часто ее посты по Steam Простите за тавтологию в паблик Она нам пишет Про разницу Ой Точнее про сходство САСа и Экмоскрипт 2015 Еще одна из наших громких тем Вау Она пишет Она говорит Вообще Если вы знаете САС То вы уже и Экмоскрипт 2015 знаете Ну ладно Я шучу Типа На самом деле нет Но я вот Она тут такая Женская наивная статья Если честно Я читал Прям смешно было Вообще Типа Она я так понимаю И наговорила 20 минут Там Listen to this blog Она да У нее все посты Которые на ее блоге Она записывает в аудио Можно послушать Приятный женский голос С точки зрения Аксессибилити Просто Рай Просто рай Ну так вот И она пишет Что я вот Говорит Когда читала Экмоскрипт Спецификацию Я прям Меня инсайты Посещали Что вау Прям как у нас В САСе А она именно На САС конфах Много И на По-моему Даже на Смешинг Воркшопах Выступает Именно по САСу То есть она Прям такая Она смотри Здесь даже Картиночку нарисовала Ну картиночка Крутая на самом деле Хотя я бы На месте САСа Конечно Какого-нибудь Чувака Из Калифорнии Нарисовал Ну из Сан-Франциско Да Но может быть Это и был Чувак из Калифорнии Мы не знаем Тут Сильно не показано Что под хвостом У них А почему-то GS Это смуглый Чувак Видимо индусы В основном Как-то Ну ладно Допустим Ну я думаю Она просто Тут все Все вообще Какие политкорректности Могла соблюсти Она их соблюла Простите за Грубое слово Соблюла Ну так вот Она говорит Вообще САС лэнгвич Был написан На Руби Еще в 2006 Поэтому он Похож на Руби Синтаксис Потом в версии 3.0 Добавили ССС Синтаксис Который уже Стал похож на Реальный СС У нее Кстати Здесь смотри То же самое Паттерн Мне блин Он мне прям нравится Я хочу Так же Что Можно сразу Нажать и твитнуть Прям вообще Круто Мне даже Не столько Интересно Это сделать Что было Сколько интересно Сделать И посмотреть Жмут или нет Потому что Я вот ни разу На такое не жал Не сбивался Но может быть Кто-то и жмет Пишите в комментариях Если у вас Или статистика есть Или вы жмете Она говорит На самом деле Нас САС разработчиков Типа все время Чмырили Что мы не настоящие Разработчики Ага Но вот Говорит Типа А вот у вас В экмоскрипте Практически То же самое Слезали Мы типа Крутые Типа Не поймите Неправильно Понятно Что дохрена Это разное Но просто Обратите внимание Что есть Как бы Сходство Темплейт Стринг Интерполейшн Всегда Мне нравилось В САСе Я правда Не очень часто Использовал Но Было Интерполяция Переменных Когда мы Используем Имя переменных Как значение Свойства То есть Мы храним В переменных Именно там Right Left Top И потом Подставляли Border Light Reft Ну то есть Это нужно Конечно Если вы В САСе Пишите Сложные Там Всякие Миксины Функции И так далее То есть Обычному Просточку Когда он За хлебом Пойдет Не понадобится Но тем не менее В Джаваскрипте Наконец-то Добавили Интерполяцию Переменных Через доллар Прямо как В PHP Раньше было Чтобы Не писать Вот эти Конкатинации Длинные Можно теперь Писать Доллар Кудрявые Скобки Вот В САСе Поскольку Доллар Уже Занят Просто Для Переменной Как В PHP Опять же Там Сделано Хэш И Кудрявые Скобочки Но Суть Примерно Та же Самая Есть Интерполяция Наконец-то Теперь Это Первый Пункт Второе Дефолтные Аргументы Вот Мне Сейчас Как PHP Программист Опять же Смешно Смотреть Что В Javascript Только Сейчас Добавили Дефолтные Эти Аргументы В том Смысл Что Ты можешь Функцию Писать Say Hello Recipient Beautiful И Recipient Равно Beautiful Да В SAS Тоже Были Дефолтные Аргументы Это Тоже Это Супер Помогает Для Написания Фреймворков Это Прям Круто Если Вдруг Юзер Не Обычно С Box Сайзингом Миксином Например Такой Используют Ты Пишешь Просто Include Box Сайзинг Со Скобочками Если Ты Аргумент Не Передал То Будет Border Box А Если Передал То Можно Передать Contain Box Padding Box Ну И Собственно Border Box Просто Есть Дефолтное Значение Чтобы Можно Было Юзать Просто Со Скобочками В PHP Тоже Такое Есть Ты Просто Пишешь Какой Аргумент И Все А В JavaScript Не Было Так И Все Теперь Появилось Можно Вот Recipient Beautiful И Если Ты Просто Вызвал Say Hello То Будет Hello Beautiful Но Можно Передать Аргумент Sunshine Тогда Будет Hello Sunshine Вау Короче Говоря Да Очевидно Что Нужно Сначала Как И В SAS Как И В JavaScript Хотя Насчет JavaScript Не Уверен Но Мне Кажется Так же Нужно Чтобы Аргументы Которые Обязательные Должны Были Перед Быть Сначала То есть Сначала Обязательные А потом Уже Не Обязательные Потому Что Если Их Не Указали То Порядок Аргументов Не Сбился Третье Я не Знаю Даже Это Оператор Или Не Оператор А Декларация Многоточия Прям Как Девочки В СМС Пишут Это Такая Штука Называется Типа Вот Сколько Последующих Так Скажем Параметров И Это Вот Опять Ж Представь Себе Миксин В котором Много Градиентов Используется И мы Не знаем Сколько Их Может Быть Два Их Может Быть Три Их Может Один И Вот Один Стопудовый Я На примере Сас Сначала Разбираю Справа Аргумент Сайз Он Стопудовый Мы Остали Аргумент Градиент Их Может Быть Много То есть Как Мы Не Знаем Сколько И Вот Нужно Многоточие Можно Да Можем Написать Многоточие Перед Ой Точнее После Аргумента И он Все Чем В этом Аргументе Напишется Он Просто В строку Вывалит А в Жавоскрипте Надо Передописать Но Суд Примерно Такая Же Допустим Функция Printme Которая Является Оберткой Для Консоль Лога И В нем Сначала First Аргумент А потом The Выведет Ну Это Удобно То Мы Когда Не Знаем Сколько Ну Как То Хотим И Процессить Потом То Нам И Во Во Один Это Red Два Это Yellow Три Это Green И Обычно Мы Перебираем For Color In Color List И Перебираем По Ключу Первый Элемент Такой А тут Мы Можем По Контенту Перебирать Непосредственно Поиск Делать Такое Есть В Сасе Как Раз Each In То То Мы Можем В PHP Собственно Тоже For Each В Нем Key Value И Ты Мож Хоть Key Выводить Хоть Value Но Вот В JavaScript Не Был Опять К Вопрос Так Понятно Maps Это Мапы То есть Ассоциативные Массивы Пар Которые В себе Хранят Несколько Цепочек Par И Value Опять И Тут Написано Конечно Непонятно Какого Хрена Оно Различается От Объекта В смысле JSON Объект Там Тоже Пары Значений Хранятся Ну Вот С Объектами Ключи Должны Всегда Ну Валидные JSON Объекты Это Те У Которых Ключи Это Строки А Вот Именно Maps JavaScript Maps Можно Хоть Любое Дерьмо Которое Просто Переведется В Доставить Как Ruby Наследие Здесь Она Естественно Пишет Дисклеймеры Что Тут Иногда Интерполяцию Приходится В Использовать В SAS Language Для Перебора В Key Value Но Опять Потому Что Мы Его Используем Как Название Селектора Или Как Значение То есть Мы Не можем Саму Переменную Мы Ее Значение Берем С помощью Интерполяции Это Логично Есть Get Ресеттеры Не Методы Чтобы В эти Новые Мэпы Джаваскриптовые Поместить .set .get В SAS Map Get Есть То есть Примерно То же Самое Тут Справа Она Прям Скрин С Документации SAS Приводит Как Это Выглядит И Класс Extends В ECMAScript 2015 Как Вы Знаете Есть У нас Целые Обертки Для Классов То есть Не Настоящие Классы Конечно Всего Лишь Если Угодно Синтаксический Сахар Для Прототипированной Модели Наследования Но Тем не менее Как бы Так На взгляд Понятнее И Я всегда Говорил Что SAS Экстенд Это Просто Аналог Абстрактных Классов Да Хоть Где Хоть В Джаваскрипте Вот В Этой В Вариации Хоть В С Плюс Плюс И Хоть В С Хотя Насчет С Не Уверен Я Так Далеко Я Не Изучал В C Примерно То же Самое То Есть Абстрактный Класс Или Интерфейс Который Просто Есть И Мы Можем Унаследовать Он Сам Нигде Не И Не Должны Быть Похожи Ну Слушай Прикольно То Есть Имеется Ввиду Что Можно В Принципе Еще Больше Найти Всяких Соответствий Вместе Ну С Джаваскриптом Но Здесь Мы Конкретно Разбирали Новые Фичи Экмоскрипта Да Само Собой И Тут Просто Они Реально Именно Даже И По Синтаксису Типа Чуть Похоже То Логически Конечно Все Будет Они Вроде Как Одинаковые Небольшая Статья С блога CSS Wizardry Где Пишет Некий Harry Harry Potter Не знаю Возможно Good Job Миста Пота 10 Пунктов Гриффиндору Короче Говоря Здесь Чувак Рассуждает Почему Миксины Все-таки Круче Чем Экстенды Это Тоже Один Из Холиварных Вопросов Как Рема И Ема Че Ж Юзать Миксины Экстенды И На самом деле Я Вот В работе Очень Часто Говорю Что Лучше Юзать Экстенды Потому Что Меньше Кода В итоге Получается Ну Давай Поймем То Что Такое Миксины Допустим У нас Есть Миксин Вот Допустим Да Несколько Одинаковых Декларейшнов Color Red Font Weight Bolt Line Height 2 Height Простите Если Мы Это Инкludим Везде Как Миксин То Оно Везде Он Через Запятую Прописывает Все Селекторы Которым Нужно Вот Эти Правила Указать И Грубо говоря Мы Только Один раз Делаем Эту Декларацию И Там Через Запятую Все Селекторы Да Оно Может Быть Не Так Удобно Потому Что Он Будет Оно Все В Финальном CSS Файле Будет Находиться В том Месте Где Первый Раз Этот Экстенд Вызвался Через Только Нахрена Туда Рыться Там Страшно Согласен Там Не Очень Хорошо Лучше Работать Все Так Именно С С С Да Окей Когда Mixing.css Он Проводил Прям Тупо Исследование Он С Циклами Делал Экстендов И Дохрена Mixing 1000 Уникальных Если Угодно Mixing Весят 108 КБ Экстенды 72 То Реально Типа Юзать Экстенды Как Я И Думал И Как Я Говорил На 150 Процентов Круче Почти 146 Но Говорит Из-за Того Что У нас Алгоритмы Сжатия Они В Принципе Специализируются На Так Скажем Сжатие Однотипного Текста То Грубо Говоря Если У нас Повторяющиеся Куски Текста То При Алгоритмах Сжатия У нас Только Есть Ссылка На Такой Повторяющийся Кусок Текста И Именно Когда Газипнутые Файлы Mixing CSS Весит 12 Киловайт А Extend 18 То 33% Хуже Юзать Extended Так Хорошо На самом Деле Конечно Это Все Такие Цифры Получаются Только Тысяча Уникальных Деклараций Если Будет По 10 То Не Так Все Страшно И Он Говорит Что Он Тут Импортировал Нет Можете Посмотреть Тут Всего 1794 Страйки Кода Ну Для CSS Это Немного В Bootstrap И Пять С Половиной Тысяч Вот Поэтому Все Равно На 27% Mixing И Покруче Мне Наразит Что У него Все Розовое Как будто Он Сас Приверженец Может Быть Всякое Бывает Company Registered In England And Wales У него Какой-то Корпоративный Блок Он Прям А Свои Чуть Не Реквизиты Здесь Выкладывает Company Number В 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 Логике И Удобства Для Программиста Все Таки Extend Порой Понятнее Потому Что Они Как Мы Уже В Статье Юны Увидели Они Все Таки Модель Классов Так Скажем Эмулируют И Поэтому Да Нас Очень Часто В комментариях Просят Разобрать UI Kit Это Просто Кстати Какого Хрена Я Не Знаю Это Просто Конкурент Бутстреп Довольно Популярный 6373 Звездочки На Гитхабе Это Те Нихрен Собачий Реально Это Так Скажем Продукт Компании UTheme Чтоб Ты Понимал Который У них Есть Фреймворк Для Jumla Тем И Для WordPress Тоже Да Да Видел И На самом Деле Нахрен Надо Потому Что Мы Уже Как-то Раз В В этом Подкасте Говорили Просто Что Есть Такой Погоди А у них Есть Там Гамбургер Меню Давай Ка Посмотрим Компаненс Компаненс Навигations Дот Нав Так Нет Это Точечки Сайднев А где Топ Нав Точечки Есть Да А Ну Это Не Те Это Другая Это Именно Пагинация А Если У Него Именно А То Сейчас Ничего Нет У Них Я Чувствую Аккордеон Ну Нет Аккордеон Это Другое Нет Ну Смотри Причем Ты понимаешь Что В Так Скажем Учитывая Последние Тренды Это И Хорошо Что У них Нет Ну Мало Я Согласен Мало В основном Здесь Гриды Формы Это Возможно Тебе Если Надо Что Более Маленькое Какое Побыстрое Просто У них Посмотрим У них В документации Есть Гамбургер Меню Я Просто Сдвинул Так Что Все Засыпались Короче Из-за Это Только Из-за Этого Не будем Разбирать UIKit Просто Кто хочет Тот Пользуется Что Тут Еще Сказать Ну Смотри Я так Понимаю У них Есть И Сас И Лес И Все Поддерживают Нет Ну Само Собой Что Это Довольно Так Взрослый Продукт Он Версии 2.25.0 Это Даже Не Первый Релиз А уже Второй Обдуманный И Мы Реально В этом Подкасте Его Просто Уже Обсуждали Я Не Помню В Каком Контексте Вроде Бо Не Сильно Глубоко Но Что То Про Него Мы Уже Говорили Ну Все Можно Тогда Двигаться К Следующей Теме Да Последняя Тема Из Помнишь Нашу Бурную Молод Он Говорит О том Что Не Храните Никогда В Самом Контенте Постов HTML Классы То Есть Грубо Говоря Вот В Редактор Вордпресса Не Пишите Див Класс Спешл Интро Я Вот Прям Его Картинка Ну Это Что Для Бегиннеров Такая Подсказка Понимаешь Реально Кто То Есть Пишет Что Надо То Сервач Темы Писать В самой Странице Это Очень Тупо Я Что Вот Ну Они Не Сервач Ты Ж Грубо Говоря Фронтенд Вую Хрень Ну Грубо Говоря Да Но Ты Пытаешься Вызвать Там Хедер Допустим Но Да Нет Не Имеется Ввиду Именно PHP А просто Любые HTML Классы Это Все равно Тупо Потому Что Грубо Говоря Лучше Сделать Именно Пейдж Темплей Это Сложнее Просто Реально Правильно Сказ Для Бегиннеров Но Есть Люди Которые Прям Приверженцы Того Чтобы А че Мне Ради Одного Раза Хранить Шаблон Говно Пусть В контенте Но Суть В том Что Этот Контент Он Потом У вас В базе Данных Лежит Если У вас В базе Данных Лежат Какие Классы Вы О них Можете Сто Раз Не То Чтобы Сложно Найти Потом Когда Этот Пост И Поменять Класс Если Вдруг Надо Но Говорит В относился С Трикс Уже 2260 Постов 1369 Страниц Вот Вы Как Думаете Можно Классы Здесь Использовать Или Нет Потому Что А вдруг Вы Поймете Что Надо Вдруг Переименовать И Ладно В одном Месте А Если Вдруг Во Всех Страницах В Которых Вы Это Вписали А Вообще Босрётесь А Если Просто Вам Надо Класс Там Какой Убрать Полностью Вообще Даже Диф Лишний Убрать Потому Что Раньше Вы Поддержали Для Е Ну То есть Это Просто Досвидос И Он Имеет Ввиду Что Именно В Контентной Области Надо Писать Тупо Контентные Теги Типа Ашки Пэшки Коуд Там Я не знаю Жирные Курсивные Не более того Блок Коуд Цитата Вот Но никаких Там Мейн Класс Мейн Колумн Там И Диф Класс Спешл Интро Это Полное Дерьмо Я согласен Особенно Какие-то Решающие Большие Штуки Писать Вот В этих Страницах Это Страшно Вот Именно То есть Это Прям Пишите Кстати В комментариях Как Вы Выходите Из ситуации Я считаю Что Лучший Выход Контент Равно В кавычках В этих Да хотя В кавычках Пишешь Контент А потом Ты только В шорткоде По факту Это и есть Шаблон Это остается Шаблоном Только Там Поменял Класс У тебя Теперь Во всех Страницах Которые Этот шорткод Используют Вы Поменяли Класс На самом Деле Конечно Это требует Более Сложных Знаний То есть Вам У вас не лежат Вот эти Классы Которые Вам Надо Во всех Местах Взять И найти Вот такая Короткая Вспышка Просто Она болевшим Практически Шутка Вспышка Она болевшим Поэтому Переходим К социальным Новостям К соткам Первая тема Очень душевная На самом деле Просто Охренеть У нас Все еще Кто-то Спрашивает А где Уберете Такие Обойки А где Вот Эта тема Для тех Кто А где Уберете Такие И для тех Судьба места Где мы берем Такие Ребята Из Unsplash Я не знаю Они написали Это у себя Где-то в блоге Это на Medium Но на Medium Понятно А у себя Они это где-то Написали Или нет Я сейчас попробую Проскролить Назад Вниз И тут Там будет Написано Впервые Опубликовано На Unsplash Нет Нет Не сказано Такого А ну ладно Окей Короче Они видимо Для своей аудитории На Medium Написали Ну и ладно Короче Они Анонсируют Четыре новые Фичи Unsplash Здесь сразу Много картинок Потому что Unsplash Собственно Это Так скажем Платформа Уже можно Назвать громким Словом Платформа Где Раздают Бесплатные Крутые Фотографии Как open source Будем говорить То есть Их можно использовать Хоть где Вообще По лицензии Creative Commons Если вы Можете Хотите указывать Хотите не указывать Авторство Creative Commons 0 Это важно Там их Несколько редакций Ну вот И они сразу Бахают Несколько фоточек Типа что Вот чем мы славимся Собственно В этой статье И пишут Блин Чуваки Сегодня реально Вот big day Вот реально Большая дата Чуть вот круче Чем Рождество Но можно Да Спорно Да Круче чем Ваши Типа Годовщина родителей Тоже практически Да практически В общем Для них это Охрененно большой день Что В принципе Они Представляют Новые 4 фичи Unsplash коллекции Unsplash API Unsplash like Unsplash search Я так понимаю В принципе Мы уже с тобой говорили О том что есть Или мы с тобой Вообще не говорили Ну короче Мы с тобой говорили В приватной Беседе в телеграме Да да Без галстуков встречи Когда у нас проходило Сейчас мы сидим В галстуках Ну лайки давно Search давно Мы знаем Но вот сейчас Мы все это разберем Тут гифка О май гад Чувак Охренел Это причем из кино Какого-нибудь старого Ну скорее всего Да Он видел такого Да Вот И они говорят Давайте немножко вернемся Вообще Вернемся немножко В историю Поговорим что Раньше это был Вот у нас такой Сайт просто По приколу Мы сделали на тумблере Практически Так и было Я просто помню Даже эти времена И как бы Ничем не отличались Кроме того Что раздавали Несколько Десять Точнее Десять новых фоток Каждые десять дней И это Эти фотки были Сто процентов Free to use То есть Сто процентов Можно было их использовать Вот это единственное Чем мы отличались Все мы это раздавали На тумблере И потом Я так понимаю Сделали небольшой Веб-сайт Так скажем И пошло Пошло Чуваки начали использовать Так скажем Виральные механизмы Они задействовали То есть Все начали Рассказывать про это Почему? Потому что Ну бесплатные фотки Они везде Были запощены И а где ты взял Так А на Unsplash А Даже у Ким Кардашьян В инстаграме Засветились фоточки С Unsplash Да-да-да Вот Да На New York Times Например На Time Magazine То есть они приводят А теперь Теперь Наши фотки Они везде На билбордах На Apple Stores То есть в магазинах Эпла На BuzzFeed Articles На везде На Twitter аккаунты Здесь есть даже Вот в картиночках снизу У Adobe На презентациях Уже не используются Даже так, да То есть Unsplash Они охренеть Как пропиарились На всем Просто эти фотки Они так как из-за того Что их можно везде использовать Они как бы На них конечно На всех не подписано Что это Unsplash Но Те кто Но мы-то знаем Но мы-то Кто-то знает Тот уже знает А кто не знает Тот Тот спросит А где вы взяли Да, да, да Типа того Вот, да Ну вот они гордятся тем Что 40 тысяч Фотограферов уже Это сегодня Это уже А, это сегодня То есть как бы Было в прошлое А сейчас уже сегодня У нас уже 40 тысяч Да, да, да И 600 миллионов Я так понимаю Просмотры в месяц Просмотры Вот Ну и вот они рассказывают Они рассказывают Про коллекции Первое Коллекции Они рассказывают Что блин Ну в принципе У нас много Всяких разных Фотографов Которые всякое Выкладывают Разного эксприенса Кто-то на фон На телефоны Фоткает Кто-то реально Наса охрененные Фотки Там супер Качество Блин Вот Как бы Непонятно Кто че вообще Кто че любит Непонятно Они рассказывают У нас вот чуваки Кураторы Которые отбирают Нам же надо Отбирать эти 10 фоток А там сейчас Кроме 10 фоток Там же кроме Фитча Там еще есть Там есть просто Лента new Да Туда тоже не всегда Не всегда попадаешь Туда тоже отбирают Но да То есть какие-то Кураторы отбирают В главную Какие-то Может быть это одни и те же люди Но вот они Хвалятся тем Что у нас кураторы Это вообще всякие Крутые чуваки Типа Мэтта Мулинвега Фаундер Фуор Даже Гай Кавасаки Гай Кавасаки Да То есть здесь Очень крутые чуваки Если на всех на них навести Там написано Кто они Там ссылка Практически Причем на medium Ну естественно Конечно Вот Они говорят То есть для всех Разное интересно Вы можете создавать Свою коллекцию Теперь Вы можете закреплять Плюсиком В коллекцию Добавлять Создавать новые коллекции Для себя Какие-то Black and white Например Так просто Чтобы так скажем Вот у меня есть Папка Обои Я туда сохранял Все фоточки Которые я на ансплошке Как обои использовал Теперь я могу Это продублировать В коллекциях А может быть даже И оставить Только в коллекции Чтобы не захламлять Во-первых Чтобы не захламлять Во-вторых Просто чтобы знать Какие я всегда Использовал Как обои И чтобы И они у меня всегда Были под рукой Хоть где На другом компьютере Где-нибудь там В другом месте Я мог Чтобы не зря Кстати Какая у тебя обойка Я быстро зашел с телефона Фанату Хорошему Скинул Да Второй пункт Unsplash API Ну Чуваки говорят Что блин Так как нас везде Используют Было бы круто Сделать удобно Для некоторых Популярных сайтов Апиху Я так понимаю Не для всех Но для популярных И они сделали Апиху Вот тут Шорт лист Так скажем Для тех Кого они сделали Да нет Шорт лист Тех кто использует А Тех кто использует На самом деле Можно всем Все да То есть В принципе Они теперь могут Обрабатывать Любые запросы Я так понимаю Раз они Апиху сделали И чуваки могут Обращаться Кстати я вот не знаю У них есть документация Вообще Есть Есть Ага Да вот я вижу Source.unplash.com Да Именно там Да И там можно Всякое делать Ну на самом деле Примерно как Playskitten.com На самом деле да Просто Ты можно По определенному Паттерну Даже вот просто Есть слэш рэндом И это прикольно Что есть рэндом Кстати да Они вот сами сделали Рэндом То есть можешь Просто использовать Картиночку Хоть на бэкграунд Запилить Да Через слэшик Разрешение И круто Очень для Мокапов Подойдет Для всяких Когда вы делаете Просто для вашего Клиента Первоначальный Какой-то Ну не вайрфрейм А уже Макет Можно Playskitten Использовать Можно Можно Playskitten А можно Unsplash Теперь два варианта У вас появилось Да Третья фича Которую они вводят Unsplash лайки Да Теперь можно просто лайкать Тупо Тупо лайкать фоточки И это круто Они еще пишут Очень смешно Здесь короче Где же это здесь было Типа все любят кнопки World Да The world is filled with buttons Buttons for shorts Типа пуговицы Типа кнопки для Лифта Badgevin button Например Почему нет Да Это круто Да Вот Круто Можно нажимать лайк И можно типа Я так понимаю Ты это тоже добавляешь В какой-то лист Честно сказать Я не знаю Не видя еще листинг лайков Наверняка он есть Я просто всегда лайкаю Те Использует случайно Следующий раз Одно и то же Ну да Тут вот есть профиль У чувака Какого-то черного Джаред Аренду У него написано Какие лайки Ну-ка Я вот сейчас зайду На unsplash.com Слэш в описании Так И можно посмотреть Че ты за лайкал Там есть одна моя фоточка Которую я выкладывал Так Такой пейзажик Из проваланских Альп И вот у тебя Семь за лайкал Семь за лайкал Есть, да И одна коллекция Какая коллекция у меня My First Collection Знаменитая Отлично Она заблокирована Причем То есть только для меня My Folder My Folder 1 И видимо Ее мне создали Просто по дефолту Я так подозреваю Ну вот Такая фишка Просто как бы Ну небольшая фишечка Что можно лайкать 4.0 В смысле Четвертая имеется ввиду фича Это unsplash search Поиск И чё эти говорят Блин У нас оказывается Все Все реально Ищут Ищусь Практически Ищут Так вот Они Хвалятся тем Что все ставят Теги Которые в принципе Искабельны Так скажем Searchable На самом деле Они эти теги Собирали уже Какое-то время Практически год И вот наконец-то Они запилили поиск По этим тегам И причем Я тебе честно Вот недавно У меня была презентация В универе Просто по приколу И чувак меня спрашивал А где можно Картинчики на бэкграунду взять А я говорю Да без проблем Я просто даже помню Этого чувака Я его тоже знаю Просто ввожу Technology И все нормально Я тоже поиском пользуюсь Когда у меня цитата Именно про старость Я пишу Old Отлично И именно Какое-нибудь Очень про старину беру Я вам открою секрет Как я Настолько крутые Картиночки К цитатам Я пользуюсь Unsplash Search Блин Ну нихрена себе Вот И в конце Как бы просто Что Ну круто Спасибо Это было бы Только Только с тобой Мы такие крутые И тут как бы Сердечко И тут гифка Скайни Уэстом Вот И они Еще по приколу Пишут Unsplash 2016 No rights reserved То есть можно использовать Да И естественно Они свою книгу Публикуют А там реально Фото книга То есть там Они сразу пиарят Что мы на Кикстартере Собираем на Книгу Зимой 2016 Уже скорее всего Собрали Я сейчас попробую Даже перейти Да Видимо Собрали Потому что здесь Уже как-то Показывается Как будто Тоже Все закончилось Угу Уйди То есть уже Собрали А-да-да Они уже Отправляют PDF-ки Там и так далее Уже Все вот такое Делают Действительно Собрали Но Как обычные Маркетологи Статью написали Для того Чтобы все Пошли И на книгу Посмотрели Ну это да Но статья Все равно Крутая Нет Согласен Бесспорно Вот так вот Продолжаем Раздел Сурцки Slack Skype У нас Как бы Такой Заголовок А это На Роим.ру Именно Такой URL Slag Если угодно Slack Slag Слэк Появятся Свои голосовые Появятся Слэк Появятся Свои голосовые И видеозвонки Вот такой Кривой Тайтл Будем говорить На Роим.ру Короче Кто не знает Slack Это мессенджер Который есть На телефонах И есть На десктопе И на Майке И на Везде И на Винде Там можно Создавать Свои Как бы Каналы Как в Мирке Для общения Ну то есть Это Именно Рабочий Чат Для команд Там Все очень Круто Уже сделано Можно Свои Смайлики Делать И Ну еще Очень Круто Попробуйте Кто не знает А кто знает Для тех Новость Собственно Даже Куча Интеграции Например С битбакетом С гитхабом Если у вас Пуши в репозиторию Приходит Вам в какой Низ канал В какой Настрой Приходит Что Пушнули Такой Это Хрен Пушнул То 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 И Вы Если Вдруг Из Slack Не Вылазите То Вы Поймете Что Другие Это Работают В отличие От вас И Надо Как-то Это Ну Ну Кстати Да И Вот Они Пишут О том Что Корпоративный Мессенджер Slack Собирается Начать Тесты Голосовых И Видеозвонков Скоро Сначала Голосовые Звонки Появятся На Десктопе Затем На Других Девайсах И Приложениях После Чего Начнется Работа Над Видео Об В этом Представители Компании Рассказали На конференции В сам Франциско Пишет TechCrunch Пока Можно Пользоваться Плагином Скайп Внутри Slack Я вот Это Не знал Что Там Есть Еще Какие Плагины То есть Там Есть Плагины Кроме Кроме Того Что Можно Можно Да Есть Вот Они Еще Пишут Что Нет 2 3 Миллиона В день Вообще Посетители Почему Нет Декабре Было 2 Миллиона То есть Они Растут Что Хотел Сказать Еще То Есть Мне Просто Интересно Просто Кто Не Знает Slack Он С Какого То Момента Становится Платный Когда Ты Хочешь Крани Хисто И Больше До Сти Тысяч Больше Несколько Всяких Есть Да Да Поэтому Мне Вот Интересно Вот Эта Вся Тема Про Голосовые Видеозвонки Будет Лишь Бесплатно Или Может Один Звонок В Неделю Как Немод Так Хорошо Чисто Тебе Могут Ты Уволен В Обратку Даже Не Позвонишь Ну Как Ну Что И Все Ну Да Следующая Статья С прикольного Сайта Которая Назовется Сего Гроб Да Точка Ру Статья Про Что Яндекс Анонсировал Новый Фактор Мобилопригодности Вот Так Так Вот Теперь Яндекс Есть Новый Фактор Мобил Френдли Его Можно Спалить На Яндекс Вебмастерах Я так Понимаю Да Я Уже Смотрел Ну Говори Ну Вот Да Теперь Помимо Горизонтального Скролла И Невоспроизводимых Элементов На сайте Алгоритм Владивосток Практически Учитывает Еще и Размер Шрифта То есть Он Там Более Умный Стал И Палит У тебя Че Кого Яндекс Рекомендуют Для мобильных Устройств Шрифт Размером Не меньше 12 Пикселей Это Сколько Ремов По дефолту Ноль С чем Так вот Напомню Что Яндекс Будет Повторно Проверять Сайты На Адаптированность К мобильным Устройствам 0.75 Я Посчитал Так что Стоит Оперативно Вносить Изменения С учетом Новых Требований Чтобы Позиции Вашего Сайта Выдачи Не просели То есть Они Как и Google Мы Алгоритм Детский Конечно Ну вот Все Что Здесь Галочками Написано Нет Флэш Это Только У дебильных Сайтов Есть Вот Эта Хрень Которая Здесь Указана Поэтому Ну Блин Смешно Блин Надо Джава Аплет Убрать Семь А то У нас Там Это Все Плохо Да Следующая Статья Smashable Точка Ком Google И Голосовые Платежки 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 Это И так Понять Из Видео На самом Деле Я Просто Посмотрел Видео Прикольно Короче Говоря Google Кроме Того Что У них Есть Как Он Google 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 Pay Или Apple Pay Google Android Pay Android Да Вот У них Теперь Появляется Новая Хрень Который Я так Понимаю Они Еще Только Тестируют Ну Запустились Немножко Только Вот Некоторых Штуках Вот Можно Платить Голосом И Здесь Ассоциация Такая Че Голосовое Че Ты Не можешь Телефон Достать Нормально Нет Здесь Еще В том Прикол Что Ты Можешь Как бы Иметь Телефон Девайс Без NFC Вот Этой Штуки То есть Тебе Необязательно Тебе Обязательно Чтоб Там Был Вайфай Как Меню На Этом Девайсе И Ты И Микрофон И Микрофон Да Не Я так Понимаешь Что Микрофон Опять Микрофон Должен Твой Голос А Да Потому Что У тебя Девайс Ловит Да Согласен Микрофон Да То есть Потому Что Почему Можно В принципе Запустить Видос Если Ты Запустишь Монок Я Ты Просто Не Запускал Да Там Короче Видос Просто Показывается Что Вот Вы Родитесь В сумке Вам В крутых Терминалах Где-нибудь В Макдоналдс Например А там сказано Что только В нескольких Макдоналдс И Папа Джонс В Сан-Франциско Вот Да Вот Вам Ничего Не стоит Просто Вы говорите Типа Гугл А я Хочу Заплатить С помощью Как Там Еще Круто Подожди Я Хочу Заплатить С помощью Гугла Он Как бы Начинает Связь С кассой С терминалом Терминал Показывает Вашу Фоточку То есть Кассир Должен Сравнить Ааа То есть Там еще Есть Как бы Сказать Коррупционный Фактор Да И там Хоп Подходит Тетка С ребенком Как в бриллиантовой руке И там Хоп Мужик Высвечивается И он Да не Да ладно Да ладно Вот Сравнивает Вашу Фоточку Говорит Ага Окей Ну тогда Скажите Ваши Инициалы Вы говорите Свои Инициалы Опять же Силхронизация Вся Проходит И все Вы заплатили Транзакция Поперла Защищена Protected By Google У меня Здесь Вот видос Я просмотрел И у меня В одном Из рекомендуемых Видео Как уменьшить Так Половой член Нет Жир на животе За 14 дней Для женщин Отлично Оставляем Нормальная тема Вот такие Вот такие Нововведения От Google Еще Последняя тема В соцках Собственно Apple Их Twitter Поддержка TheNextWeb.com Ну она тоже Такая коротенькая Коротенькая тема Просто что Apple Наконец-то Разродились Twitter Apple Support И здесь В статье Пишут Что блин Ну вы можете Конечно Позвонить Допустим В Apple И да Вы можете За 2 минуты Буквально Получить Какую-то Отзыв Какую-то Поддержку Но может быть И вы будете Ожидать час Например Часами Вы можете Например Прийти В Apple Store И вот у этих Как они Как их зовут Гений Apple Genius Научпоп Весь куда-то В поп Через Адд Image Выпадающая Есть небольшая Подсказка Если вдруг Ты хочешь Делать внутреннюю ссылку Ты пишешь Название поста На этом же сайте И он тебе Покажет Возможно Вы имели ввиду Там ваш Пост Про то Как уменьшить Жир на животе Ну да Кроме этого Добавили Для Жирного Курсивного И Кода Например Подсказки Уже В WordPress 4.3 Некоторые Markdown Были Внедрены Но вот Были внедрены Раньше Заголовки А теперь вот Такие вещи Как код Жирности Хотя мы могли Мне кажется И с них начать Ну не важно В общем Немножечко есть Вот этих Встроенных Подсказок Их кстати Можно отключить Здесь есть ссылка На инструкцию Как их отключить Видимо Для тех Кто хочет Кастомайзер Отключить Примерно так же Кроме этого Улучшен экран Модерировать коммент Вот вам иногда По почте Приходят У вас новый коммент Если вы Встроенными Комментариями Обычно Это дискассовский Приходит Но не важно И вам типа Вот Посмотрите Вот этот Комментарий Там есть Автор такой-то Имейл И у вас есть Только одна Кнопка Approve Вот здесь Screen WordPress 4.4.2 А вот WordPress 4.5 Сверху Во-первых Желтеньким Написано Внимание Вы сейчас Хотите Апрувнуть Коммент А во-вторых Там само Само тело Коммента Оно не HTML Тегами А оно Прям Рендерится Вау И есть Кнопочка Edit Вы можете Сразу Отредактировать Комментарий Просто Там вы Говно Это хоп А все Классно Или я Сосух Хрен Я тупое Говно Больше я Нига На этом Сайте Комментировать Не буду Респонсив Превьюинг Кастомайзер Мы уже С тобой Говорили Здесь Есть Вот Такие Штучки Которые Правое Окно Кастомайзера Ну Как бы Сдвигают По-разному На телефоне На планшете Туда-сюда Они Немножечко Оптимизируют Картинки Мы уже Говорили Что Вордпресс 4.4 Добавили Срц Сет То есть Когда Вы Меняете Размер Вьюпорта То есть Там С телефона С планшета Заходите То вам Более Маленькую Простите За Не знаю Закорявость Картинку Подсовывают Здесь Еще И Вордпресс По дефолту Сжимает Их Джипегом Извините Вас Джипег Подожди Я знаю Что еще Хотел Открыть Слушателям Это же По-моему В Комментариях Тебе Прям В Имейле Пишут Что Комментатор Вот Его Мыло А Вот Его А То есть Можно Вычислить В прямом И На Прииске Встретиться Allow Users To Login Using Email Address Здесь Прям Я бы Даже Аплодисменты Включил Есть Плагин Который Это Позволяет Можно Теперь Не Только С помощью Юзер Нейма Залогиниться Но С помощью Почты Так Это Удобно Ну Представь Почти Везде Уже Можно Именно С помощью Почты Необязательно Логин Согласен Прям И Вот Мы В работе Даже Часто Накатываем Вот Этот Плагин Я не Помню Как Он Называется Email Там Регист Ну Понятно Как Логин Email Говно Бла 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 А Собственно Нет Здесь Да Здесь Ссылка На Плагин На Вп Beginner How To Allow User Login Селективный То есть Выборочное Обновление В Кастомайзере Мы Уже Говорили Можно Кастомайзить Embed Templates Если Ты Никита Видел А ты Наверное Не Видел Вот Зайди Сейчас На You Webdesign Есть Такой Ресурс Хороший Ну Ка You Design .ru .ru Да И На Самый Последний Пост За авторством Александра Гончарова Недостатки WordPress Кликни На него Сейчас Попробую Даже HTTPS Так Зашел И Там Есть У нас Embed Если А я Видел Круто Вот Теперь Это Можно Кастомизировать Что Здесь Не WordPress Поганый А Наша Картиночка Какую Мы Хотим Цвета Кастомизировать Да Вот Такое Теперь Да Согласен Не Хватает Кастомизации А Будет Вп Сайт Класс Класс Для Мультисайтовых Этих Ну Как Вп Квери Только Вп Сайт Или Как Вп Пост Неважно С чем Сравните Абстрактная Обертка Как мы Уже Знаем Из Прошлого Подкастка 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 В WordPress Много Есть Недостатков Один Из них Вот Эти Абстрактные Обертки Ни к чему Не Обязывающие Вот Еще Одну Добавили Скрипт Лоадер И функция Вп Адд Инлайн Скрипт Появится Видимо Чтобы Встроенный Ну как бы сказать Инлайновый Тег Скрипт Добавить Чтобы Не Эхать В тупую А вот Видимо По-человечески Добавить Так что Вот так Это что касается Новых фич Что касается Курса JavaScript For WordPress От Зака Гордона Мы обещали Держать вас Всех в курсе Ты напомни Кто это Что это За чувак В челме Это чувак Который На 3хаусе Преподавал В WordPress Его оттуда Погнали После того Как решили На 3хаусе Вообще WordPress Закрыть Как курс Как Явление Проигнорировать И здесь Будет Курс Крутой Ну мы вам Говорили Что мы Про него Расскажем Он хотел На кикстартере Запускаться Но забил Потому что Долго Там видосы Записывать Придумывать Все Говорит На хрен Надо Просто Типа Записывайтесь Будет В апреле Он доступен И уже Сейчас Можно Предзаказать Было 60 штук Со скидкой 175 баксов То есть Всего за 200 Так Сейчас Осталось Еще 130 штук Со скидкой 75 долларов То есть За 300 Когда они Закончатся Полная стоимость Состоит 375 баксов Это на русские Это сколько? Это на русские До хрена Я даже тебе Не рекомендую Отсчитывать Потому что Совсем не очень Поэтому я Как-то даже И пока Не ну окей Допустим Я хочу отдать 25 тысяч рублей За тем Что он меня Научит круто Все же Я потом их Верну Отобьются Они 25 Он предпочитает Думать что да То есть Как бы у него Здесь будет До 40 часов Он сказал Чистейших Видосов И Глубинный Сам джаваскрипт Потом библиотечки И фреймворки Потом Вордпресс Рест API И потом Еще Real world applications На реальных кейсах Будет все рассматривать Поэтому Я уверен Что он не подведет Старина Зак Он хороший преподаватель И все будет круто Отлично Так что Тут И ладно Инструктор Тут у него есть Несколько советников Так скажем Можно на Advisors Кликнуть И там Даже некоторые Знакомые лица Будут В принципе Так что Посмотрите Кто там Такие тетки Старые Я не могу Сразу хочется поражать Что это знакомые лица Но не буду TGM Plugin Activation Library Я уже тебе Рассказывал Да и всем Нашим слушателям И зрителям Что есть Такой класс TGM Plugin Activation Который позволяет При активации Темы Сказать А вот с этой темой Рекомендуется Такие-то плагины Помнишь Как в теме Ванна Которая у нас Сейчас на Ювебдизайне И там Прямо Ну большой функционал Можно Прямо Внутрь темы Встраивать Плагин Можно Просто рекомендовать Некоторые Прямо Активируйте Немедленно Ну короче Всякое такое Они работают Просто чтобы Прямо В ядро попасть Хотят Вот много До версии 3.0 Хотят Чтобы она Дотянула Прямо До стандарта Именно Чтобы все Недостатки Вордпресса Сюда тоже Перетекли Потому что Изначально Это такой Пичпичный Прямо Продукт Его можно Даже через Компоузер Подключить Ну в общем Модульная Архитектура Они хотят Чтобы были Можно Поддерживать Плагины Не только Которые Вы встроили В тему Но и просто Которые Вы Как бы Плагин К плагину Чтобы не только С вордпресс Орг Можно было Ссылки Вставлять Но и там С гитхаба С битбакет Это кстати Было бы прикольно Ну в общем Вот Они хотят Доработать Всю штуку И попасть В ядро Бла-бла-бла Все А теперь Твой научпоп Хотя бы одну тему Попробуем разобрать Так Ну давай научпоп Хотя бы одну тему Давай первую Просто она Она наверное Самая не очень большая Она как раз Это самая большая тема Но она прикольная Тогда Давай самую маленькую Какая из них А про SpaceX Ну давай Про SpaceX Она же коротенькая Окей SpaceX Запустила ракету Falcon 9 Посадка на платформу Опять не удалась Новость GeekTimes.ru Короче говоря SpaceX Как мы знаем Предводитель ее Я буду называть ее Предводитель Вождь Вождь Warlords В общем Это Илон Маск Так вот Он Нам обещался Все Что мы Когда-нибудь Посадим Наконец-то Нормально Вот эту Я так понимаю Первую Первую Ступень Чтобы Сэкономить Бабло Чтобы Как бы Она не Разбивалась Нахрен И вот Они проводят Тесты Как я понимаю Потому что Не на реальном Бабле Потому что Это было бы Очень дорого Нет Ну как Это К сожалению На реальном Потому что Вот нынешняя Ракета-носитель Falcon 9 Она сначала Спутник вывела И только потом Они ее пытались Ссадить То есть Сначала Она бабки Отработала А потом Все-таки Уже Они развлекались Ну понятно Хорошо Так вот Сегодня ночью Ракета-носитель Falcon 9 С компании SpaceX Успешно Вывела На геостационарную Орбиту Спутник связи СС-9 Запуск Которого Откладывался Четыре раза Из-за неудачного Приземления Предыдущей ракеты Проблем с погодой И технических Неполадок Но На этот раз Все прошло нормально Ракета Стартовал с площадки SLC-40 На мысе Канавирал-5 В 2-35 5-го марта А, да 5-го марта Да Я все привык Что у них там цифры Так вот Ну там Есть видеотрансляция Все такое Все такое К сожалению Контакт с платформой Прошел слишком жестко Вот тут Они Очень Политкорректно Выражаются Жестко Так и сказать Разбилось нахрен Разбилось нахрен Впрочем Мягкая посадка Все равно была маловероятна Причем Чуваки-то сразу сказали Да ничего не получится То есть Они уже были хреново настроены Потому что Ты зачитай причину Как раз Это точно на реальном бабле Пробует Причина в том Что спутник Нужно было вывести На высокую орбиту Так что для посадки Оставалось мало топлива Если бы спутник не выводили Может и посадили бы Да Если бы просто протестировали Но тогда вообще Это бы Очень дорого Все было просто развлекаться А тут они хоть На выводе спутника Подзаработали чуть-чуть Да Ну вот Так в прошлый раз Маск пошутил По этому поводу По крайней мере Сейчас остались Куски покрупнее То есть он уже смотрит Там насколько сильно Разбилась Ну то есть Представляешь Это уже четвертая попытка То есть Уже 4 ракеты разбили Мне просто интересно Они так вообще Сэкономят Или наоборот Еще больше Ну видимо Он прям двигает Так скажем Науку Вообще двигает Прогресс Ему вот это важнее Он может видимо Себе позволить Да Ну вот такая новость Про SpaceX На самом деле У нас остальные новости Я просто анонсирую Слушателям Чтобы они как бы Хотели знать У нас тоже с Geek Times Несколько новостей Научпоповых Так вот Прощание с Филе Так скажем Так Это охрененная На самом деле Просто такая Детективная Будем говорить Новость Про Спутник Который должен был На комету 67 Чурюмова Герасименко Так Вот Высадится И он высадился И там разведал Чо кого И как мы вообще Произошли Практически до динозавров Спустимся Но тем не менее Короче охрененная Статья С графиками Мы возможно В следующий раз Рассмотрим Потом короче Статья про то Что ученые Собираются А нет Китай соберется Запустить в космос 110 ракет за 5 лет Ну это просто так Про то что Китай Крутые пацаны Тоже разберем По крайней мере Амбициозные Может и не крутые Может быть и не крутые Да Ученые собираются Изучить древний кратер Место падения Астероида на землю 66 миллионов лет назад Вот это тоже Прикольная тема Которую мы возможно Рассмотрим в следующий раз Вот Вот так Можно в принципе И заканчивать А больше нет А больше нет А мне просто Тут dp.ru Открыт Деловой Петербург Если угодно Поэтому И Александр Гончаров Нонсплэш Ладно Давай будем Завершаться Посмотрим на нашу Обойку А да На нашу Обойку Открываю Смотрю Ты мне ее кинул В принципе в телеграм Да Нам тут Эксперты Подсказывают Что это Таиланд Ну слушай То есть там Люди Они как бы вечером вышли Я так понимаю Помыть или что сделать Я думаю Просто постирать Да То есть прям настолько И как бы такая Спокойная Размеренная жизнь У них Они вот просто вышли Почему нет Не как мы там Вот это В суете В стиралку Зарядил Ушел на работу Выключил Включил А они просто Вечером Помедитировать Выйти Прополоскать Рядом с какой-то Старой шлюпкой Я не побоюсь Я думаю Она хоть и старая Но на ходу У них других Там и не бывает И знаешь Что в этой шлюпке Я думаю Наш подкаст Я думаю Ноутбук С нашим подкастом У чуваков Они воды пресной Набирают А потом Нас все-таки Смотрят Потому что Интернет У них там Поди широкополосный Как надо Ну это да Потому что Что еще может Вам добавить Немножечко Дзена В вашу жизнь Кроме вот такого Заката Замечательного Хотя может Это и рассвет Я здесь честно Не берусь утверждать Ну тем более Фотографии С unsplash.com Кстати да То есть Точно Ничего Я знаешь Мне кажется Что все Наши слушатели И зрители Им кажется Что на unsplash.com Все фотографии Про наш подкаст Возможно Скорее всего Так и есть Да Поэтому вы подписывайтесь На нас в соцсетях Вконтакте В твиттере В фейсбуке В инстаграме В гугл плюсе Ставьте там лайки Репостите В iTunes Обязательно пишите нам Отзывы И ставьте звездочки Для нас это очень важно И главное Под самим видосом На ютубе Поставьте лайк Поговаривают Что это влияет На ранжирование Неустанно И на потенцию Ну На это Это так Поговаривают Уже знаешь От 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 безысходности Так скажем Да С вами были Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачного всем дня Пока Пока Я еще хотел сказать Что если хотите посмотреть Фоточки с отпуска То задонатьте 5000 рублей Кроме 5000 рублей Я хотел еще сказать Что я каждый раз Рукой показываю Как с вами были Никита Тарасов Пока у нас нет Видеотрансляции Но потом вы это увидите Ладно Пока Пока Пока